нравится кататься на кайте. Но помимо кайта есть и другие виды спорта, и они тоже очень клевые. Совершенно от другого получаешь удовольствие. Если, например, кому-то нравится кататься с кайтом на фойле, и он получает удовольствие от того, как быстро он может ехать на фойле, или как круто он может вырезаться, то на Винге ты кайфуешь от того, что в насколько неподходящие условия, в насколько слабый ветер, как медленно ты можешь ехать на фойле. Такой, знаешь, немного мазохический кайф, но кайф. Русланова, Ниланова, можно? Добавляю, добавляю. По идее, есть же виндсерфы с фойлом, с ногой. По идее, очень похожие должны быть впечатления. Ну, вот я не знаю, я не трогаю. У вас есть такие на Маврики? На виндсерфе нет, я ни разу не видел, чтобы катались. Я видел виндсерф с гидрофойлом только на плече в Мозере. И мы там катались с Севой Шульгиным. Вот он там пробовал, а я рядом на кайте катался, смотрел, как он это все делает. Пусть здоровы. Вот, я не знаю, какие это ощущения, поэтому не могу ничего сказать. Ну, думаю, так же кайфово. Что, кататься, это же кайф. Как бы ты там ни катался, все в кайф. Привет. Привет. Ого, нормальный там у вас ставчик на заднем плане. А у нас, да, у нас отцены. Хорошо сидите. Они там вообще хорошо сидят, видишь, на изоляции. Гораздо. Привет, Андрей. Салют. Так, ну вот там, так, телефон 3085, вот это ты где-то называл, да? 7771. Да, 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 это мой товарищ, добавляю. Потому что, видишь, их здесь забанить нельзя, здесь их можно только перевести в зал ожидания, поэтому... Так, ну вот 8 остались. Так что, ребят, давайте, кто кому будет писать, кто не может добавиться, пишите, кого вставляем. Смотри, Вячеслав, у него надпись выскочила, подождите, организатор конференции скоро разрешит вам войти. Вячеслав. Вот, добавь, пожалуйста. Вячеслава, да. А у меня тут нет Вячеслава. Может быть, он у тебя как Слава? Нет, Галычея 50, Максимус, Алекс Космос. О, Алекс Космос, это мой товарищ, добавляй. Вячеслав, не знаю, почему. А у тебя номер телефона не высвечивается, да? Не высвечивается. А фамилия Пироженко, может быть, чем-то такое? Поптев, Критский, Галакси А50, Максимус, Шароватов, Лагунов. Потихонечку добавляем. Слушай, Дима, расскажи, какое у вас там на Маврикии сейчас больше всего оборудование? Что за кайты, кроме Кабрина, вы используете? Так, ну здесь Дуатона много, Экплана, Дуатон, Экплана, Экплана, Кабрина. Вот, пожалуй, четыре бренда в основном ставлены так широко. О, стул. Линкшота немножко есть. Я думаю, как и везде, знаешь, вот если сильный какой-то дилер местный. Соответственно, у нас есть школы, есть школы, которые учат на Кабрине, как мы, есть школы, соответственно, на Озоне, F1 и на Слингшоте. Соответственно, эти бренды здесь мощно представлены. Все остальные это вот только если туристы какие-то привозят. Слушай, но из фойлов, что у тебя понравилось больше всего? Гидрофойлов точно много. А что ты имеешь в виду? Какой? Кайт или что? Фойл какой больше понравился. Какой тебе зашел? А про какой мы вид спорта говорим? Кайт фойл? Да. Я больше про кайтинг. Я винт фойл пока еще не пробовал. Слушай, ну вот мне нравятся вот русские ребята из Уфы, РДБ. Вот Миша привозил Славякин в прошлом году, не в этом. Вот они мне понравились. Классные, карбоновые, легенькие. Ну, прям все кайфовенько сделано. Из продакшенов, ну, я просто Кабрини больше всего прикатываю. Мне Кабрины нравятся. Но, честно говоря, я остальные очень мало пробовал. То есть я пробовал их так, ну, не сказать, чтобы что-то меня поразило, но и не сказать, что что-то меня прям сильно напрягло, знаешь. Вот, ну, поэтому я, скажем так, ниже среднего фойля. Поэтому я не могу там, знаешь, судить по каким-то характеристикам. Я иногда читаю, как ребята переписываются в чатах и в конференциях и вот на форумах, точнее. Вот это меня прям поражает, потому что они там про такие вещи говорят, которые, ну, я прям даже таких слов не знаю. И, ну, поэтому я, наверное... Ты ебыл, нахуй, пидор, блядь. Ё-моё. Это очень смешно. Я поэтому не могу сказать, ну, там, типа, вот этот фойл, прям самый лучший. Поэтому... Не, не, я скажу, что здесь всё надо... Субъективное мнение, потому что сейчас сколько народу, сколько сейчас фойлов, тот народ, кто, значит, прикатался к одному оборудованию и, знаешь, как у нас любят, вот там, ну, возьмём кабрино, да, вот кабрино и всё, самые там лучшие. Не, не в этом. Именно своё... Да. Не, 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 вот в кайтовом оборудовании, во всём фойловом, серфовом, реально очень сильный субъективный фактор. То есть, к чему ты прикатаешься, потому что, ну, ты же не можешь проводить бесконечно много времени на воде. У тебя какое-то, ну, там, ограниченное время, там, ну, не знаю, там, часто катаешься в день, да, там, кто-то только в отпуске катается, и, соответственно, у него нет времени там всё перепробовать. И поэтому, как правило, кто к чему прикатывается, то и хорошо. Но я могу сказать, что вот большие бренды, типа, там, Cabrino, North, F1, Duatone, Slingshot, они все примерно про одно и то же. То есть, знаешь, есть какие-то там нюансики, ну, прям вот сказать, чтобы какой-то там вот именно этот бренд был бы там на голову лучше, вообще нет. Ну, то есть, везде какие-то нюансы, где-то есть плюсики, где-то минусы. Слушай, а Миша в тот раз Соловекин рассказывал, что у тебя сейчас классно получается пампить, он там что-то даже завидовал тебе рассказывал, говорит, всё там. Дима там, говорит, на волну въезжает, вообще супер. Разгребается Дима, один из немногих, кто разгребается в лёгкую на ногу. Вообще супер. Ну, я, видишь, я просто в детстве занимался. Просто в детстве плаванием занимался, поэтому мне, ну, вот очень легко было перенести вот эти все навыки расгребания там на серфинг, на фойл, ну, в принципе, на старых дрожжах всё достаточно просто. А пампить, на самом деле, я не сказал, что я прям супер памплю. Я так же, как и все там 40-50 секунд, и потом у тебя ноги умирают. То есть, пампинг, это реально вот отдельное такое волшебство, которому нужно прям отдельно тренироваться, то есть нарабатывать вот эту специальную выносливость, искать специальную технику, вот, чтобы у тебя ноги отдыхали, и ты мог там бесконечно долго стеркеть. Ну, точнее, пампить. Вот, поэтому пампинг, это, я, я очень, очень слабо памплю. То есть, ну, я завидую тем ребятам, которые могут вот с волны на волну, знаешь, вот так бесконечно ездить. То есть, у меня так не получается. Я максимум там, ну, вот у меня один раз удавалось вернуться на волну, и вот надо сделать поворот, а всё, у меня уже силу, ну, силу закончились, и я просто сел на дозу. Вот, так что это тоже непросто. Понятно. Так, ребята, у кого какие вопросы, вы задавайте или пишите в чате. Слушай, вот Илья меня спрашивает, что Zoom спрашивает пароль для конфы. У меня, пац, как уходит так, блядь. Блин, откуда они? Так, сейчас, далее. Zoom спрашивает пароль для конфы. Ну, да, надо было в том же Telegram или в WhatsApp, где ты указывал ссылки на конференцию указать и пароли. Слушайте, на последний просто по ссылке запустишь. Можете пустить пацана с ником iPhone SE. Он даже... А, и Илью тоже запустите, Илья с фамилией на Зе. Илья, не знаю, как есть. Хорошо. Кого еще? Ну, пока никого еще нет. Дима, вопрос. Меня слышно, нет? Да, блин, круто. Ты где-то в океане, что ли, я смотрю, сидишь на лодке. Ну, я на Тенерифе, да, в Марине сижу на лодке. А, бомба. Кайф. Интереснее всего проводить Каранькин. Блин, там завидую. А скажи, ну да, кстати, сегодня первый раз ездили в Санта-Кроу столицу, недавно вернулись со мной. Уже, в принципе, дороги открыты. У нас дебилизм такой, я, честно говоря, рассчитывал, что я здесь всю зиму буду катосить. Приехал и попал на такую ерунду. На Украине у нас уже ребята катаются вовсю, а... В Питере, говорят, тоже вообще там никто не следит за... так у нас Испания как бы раньше всех вела этот Каранькин и я думал, ну, позже ведут остальные, но зато у нас... И раньше можно будет выйти на воду, но никакое ничего подобного. То есть до сих пор у нас размещено катание только час утром на рассвете и час перед закатом. Ну, как бы вот... Слушай, ты писал там... Получил 2020 года Кабрину фойла и хотел для обзорчик сделать, ничего не делал пока еще. Блин, вот лежат, я их еще не распаковал, да, просто черт, то одно, то другое тут все не доберусь. Завтра, наверное, возьмусь, да. У него появился ТикТок, он не успевает. Да не, не в ТикТоке дело. Слушай, тут меня другие ребята спрашивают, а пароль, какой пароль? Там без пароля надо. Я тебе ссылку отправил, мы эту ссылку, нет там не пароля. Сейчас я, конечно, посмотрю еще. Он устанет всем отдельно ссылки отправлять, может быть, их общедоступными сделать. Ну да, что, если кто-то там матерится, удалил его и все, и забыл. Бог с ним. Они тут первопятером сразу, я не вижу даже кто. Да, слушай, а что тебя интересует по Кабрине? Вот расскажи, просто реально я могу ее открыть, могу взвесить, не знаю. Ну хотя бы в принципе интересно было бы узнать совместимость с предыдущими моделями, все ли там взаимозаменяемо. То есть ты можешь я могу точно, я прям могу точно сказать, что 100% все заменяемо. Они вот прям, ну у них это все единая серия, просто у них было раньше кайтовое крыло и гоночное крыло, а сейчас, ну точнее, ну кайтовое фрирайдное и кайтовое гоночное. А сейчас они добавили в линейку серфовое, ну и там 1500, это уже, наверное, для пампа, для какого-то сапа, там может быть для винга даже. Вот, а так это все можно установить на одну матч, что там вот, но выглядит абсолютно одинаково и в заказных формах, ну так как я их заказывал сам, то я видел, что это все то есть на вот этот фюзеляж 20-го года встанут крылья и стабилизатор предыдущего года выпуска, правильно? 18-го, да. да. Ну, единственное, я заметил, что они изменили эту, раньше была мачта 60-90, а сейчас вот это идет 65, не знаю, ну там, почему они так решили, но вот 5 сантиметров решили добавить. Вторая. А там нет, просто вот в комплекте покупаешь, она 65. Ну, и отдельно ты так же можешь купить, также можешь купить отдельно мачту 90-ю, но по умолчанию вот именно... Ну, хорошо, а угол, а угол наклона стабилизатора у них там предусмотрены прокладки или что-то там проставки, они... Не, знаешь как, они, прокладок нету, там просто вот этот вот задний стабилизатор это может двигать вперед, вперед, в центре и назад. Типа, если вперед сдвинул, она будет более поворотливой, а если назад, соответственно, будет идти как по рельсам. Ну, вперед-назад, это он, передвигая его вперед-назад, он отвечает за другие настройки, а вот меняя угол как раз... Да, я понял, вот у меня был такое, у Нейша так менялось, не, у этих нету, у этих вот прям одно положение. То есть они... Они, видимо, в нол его выставили и все, без всякого... Слушай, а я, честно говоря, вот сколько пробовал, ну, вот эти вот изменения, вот, блин, нифига, у меня все время какая-то борода получалась. То есть вот, мне кажется, вот если производитель тебя поставил вот в такую, вот лучше не экспериментировать. Может быть там, ну, если обладать действительно каким-то компетенциями, понимать, что ты делаешь там, вот, а я, знаешь, как слепой котенок что-то передвинул, у меня, знаешь, как-то сразу там, ну, хреново стало работать. Сколько весишь? Я 80. Ну, вот, это твой среднестатистический размер, на него производители поставил. А если кайтер весит, как я, допустим, 60 или как кто-то другой, то уже этот среднестатистический размер, в который поставил производитель, уже не будет так работать. Ну, вот, так как я вешу 80, я и не могу, ну, тебе идеальный вес для... Мне просто повезло, да. Для Кабрина у тебя идеальный вес, да. Ну, еще, ну, максимальную толщину померяешь крыла основного, в принципе, настолько она толстая, если будет возможность с чем-то... Ты имеешь в виду вот так, да? Да, да, да. Хорошо, хорошо сделаю. Ну, я его, думаю, взвешу там, все измерю там, ну, потому что, что, я сижу дома, максимум могу в бассейне попробовать покататься, ну, блин, потестить мне его не... Я сижу в Марине, сейчас. Блин, у вас еще и день там, офигеть. А у нас еще там далеко день, у нас еще до заката дело очень далеко. у нас вот такая Марина. Кайф. То заката еще очень далеко. Как времени-то? Вот идеально, в принципе, Марина, это идеальное место для разучивания паттинга. Вот допустим... Да-да-да, точно. Есть такой вот пирс. Да-да-да, пирс разбежался и пофигарил. Есть пирсы с такими пальцами, там маленькие утолщения они отходят от основного фона, то есть на которых можно оттолкнуться, даже разогнаться и так. Ну вот я вот, я тут долго, я приехал сюда без доски, долго не было возможности сделать, но я сделал вот этот фон, на который идеально сейчас может быть, будет видно. Да-да-да-да, мы вот именно с такими и бегаем. Но я его туда-сюда подвигал, и я понял, что мне стремно оттолкнуться и потом упасть на это крыло, я в общем... Что-то я думаю. А знаешь что, а попробуй, если есть резинка, с резинкой стартовать очень просто. Нет резинки. И нечем меня потянуть, как бы вот тут вот, некому. А ты один там, у тебя нету компании? Не, у нас тут много вот вас видят, что ли, куча кораблей. Не, ну кайтер я, кстати, тут один в этой марине, да. Просто, ну, для таких мероприятий... Остальные у нас тут яг-смены. То есть они тебя, на тебя как бы дурачка смотрят, что-то фигнёй занимаешься? Да нет, они наоборот завистью смотрят, совсем не как дурачка, потому что они, во-первых, видели весь процесс, как я эту лодку делал, тут все сидели по своим баркам, ну на испанском вот какая-то барка, вот, и не высовывались. Один, у меня была мастерская на берегу океана, вот, я там сделал стапель, и на нём это самое. Так а покажи, что у тебя по итогу получилось? Сколько литров сделал, что копировал, или как ты сам полностью делал? Да нет, я хотел универсальную сделать, ну, допустим, вот, это мои каюты сейчас, вот тут вот, одна каюта, сделан свал, для, и вторая каюта у меня тоже завалена снарягой, вот, и я последний, последний день я катался, ну, просто на кайте, на 80-м, это вот кабриновское крыло. А как ты, прям вот с Марины стартуешь, или как у вас процесс? Нет, тут же ж, можно с Мариной, но тут как бы не очень удобно, сейчас выйду, покажу доску. Славянский секс-шоп, тихий омут. Суриклама закончилась. И тут дует у нас ветер, моя Марина рядышком с Меданом, Меданом самый известный спот, не знаю, как меня слышно, слышно, нет? Да, отлично. А, очень хорошо. Вот тут, на баке моей лежит моя доска, которая сделана уже с Меданом Европы. Суть в чем, что я хотел ее сделать учебной, большого объема для обучения языка. Славянский секс-шоп, тихий омут. В наличии имеются всякие разные приблуды. Трехфольные дидла, Змей Горыныч, для поругания дюйма, и зону. И вот так вот она, именно. Э, как сейчас я ее заткну, чтобы ее не было. Она по размерам, по высоте она выше меня, скажем так. У меня метр 75, а на метр 80. А сколько литров-то получилось? Ну, литров получилось, думаю, где-то 85, 85, 90. Так это вообще, это ты для Винга, считай, сделал. Вот, я же хотел убить трех зайцев, потому что я тут бесконечно доски не могу делать. Тут так все тяжело, особенно после этого, ну, после того, как закрылось все и перестало работать, очень тяжело что-то найти из материала. вот. И поэтому вот эта доска, у меня было воплощение, так сказать, дальних грез, сделать три в одном, это серф, подкать, под гидрофойл, и в том числе, за счет объема, под Винг. Да, товарищ должен был туда привезти Винг, и планировалось, так сказать, здесь начать его осваивать, вот, на вот этой доске. Трубом, да. Ну, пока все, отложилось. Угу. Славянский секс-шоп Тихий омут. В наличии имеются всякие разные пиблуды. Трехспольная дидла, Змей Горыныч. Для поругания дуплища, ротища и жопища единовременно. Презервативы Куликовские, засадные. С фигурки чудея на конце. Вы не видите, от кого идет реклама, вот этот звук, ну, нет, это как какие-то спамеры или хакеры, я не знаю, как они это все делают. Видать, на зуме или нет. Ну, да, я тоже перед тем, как устанавливать этот зум, был предупрежден, даже там в флеймаркете или где-то пишут, что оно подвержено хакерским атакам и ваше устройство после установки его на телефон будет, ну, так сказать, подвержено каким-то... Так обидно, что друзья зайти не могут. Вот они мне пишут, там, а пароль какой, вот до сих пор мне пишут, я не знаю, ну, как бы, чем им помочь. Я самый первый раз. Не, ну, ты скинь, еще раз, Дим, скинем эту ссылочку. Да, я всем скидываю ссылочку, заходите. Пусть они фамилии хотя бы пишут правильно, потому что сейчас я вот добавил, сразу же вылез спам. Вот у меня четыре человека в ожидании сейчас висит. А, скажи вам, я знаю, кого из этих людей. Максимус и Василий Ефименко. Я не знаю. Ну, вот, поэтому кидай ссылку, пусть они тебе пишут, что ждут в комнате ожидания. Хорошо, хорошо. О, нормально, я успел, еще ничего не началось, похоже. О, себе! Да какое началось мы тут разбираемся, куда-то махать. Мы уже тебя разобрали по косточкам. Приехал из магазина? Да нет, вот еще жена там куда-то пошла. Ну, видишь, хорошо мобильный интернет иметь. Да, это точно. Они тут разбирают гидропойлы Кабрина, вон, с Аликсом, что для пампинга. Так что... Дима, ты рассказывал, что ты на короткой иногены все время катаешься. На 60-ке, да? Да, да, на 60-ке. Ну, вот сейчас буду на 65 кататься. А пампить нормально на 60-ке? Немало нормально? Нормально, да, никаких проблем. А у тебя нога алюминиевая или... Алюминиевая. У Кабрина все алюминиевое, да. Расскажи какие-нибудь истории, там, не знаю, врубался ты в кораллы на ней, что-нибудь очень интересное было наверняка. Ну, вот прям в кораллы такого не припомню, но вот в меня она пару раз выезжала, да, ну, так, не очень приятное мероприятие. Особенно в начале, знаешь, когда ты не понимаешь, как падать там, вот, ну, прям стрёмно. Сейчас уже, знаешь, когда прикатался, уже понимаешь, ну, ты такой уже ощущаешь, ага, сейчас буду падать, ну, там, либо скорость слишком уже большая, что ты не контролируешь, тогда ты просто как бы ее из-под себя выталкиваешь и, знаешь, такое, делаешь такое движение, как будто ты подскальзываешься на льду, то есть у тебя гидронога улетает вперед, а ты остаешься задней. Вот, и, ну, в принципе, довольно безопасно. А поначалу, вот как все люди вот так складывался, значит, как раз, да, чтобы ножичка не было, да, это был второй вопрос. Да, это самое вообще жопное падение. То есть, если падать, то назад, а лучше там, да, отпихивать ее, чтобы она улетала нахрен. Да, 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 там просто проблема в том, что вот эти вот падения в самом начале, это вот ты, когда сейчас уже учишь, ну, научился, ты уже понимаешь, а когда ты вот первый раз пробуешь, я так понимаю, это чисто везение, то есть тебе повезет, ты, ну, быстро поймешь, как падать, и если не повезет, ты можешь поймать этого складничка. Но еще я понял, знаешь что? что нельзя спешить с взлетом крыла. То есть, лучше постепенно начать, ну, просто ездить в водоизмещающем режиме. Ну, если это с кайтом, например, там, или тебя на лодке таскают, вейкфойл, то не надо спешить. Вот все люди просто хотят быстрого успеха. Только встал, и сразу чих, полетел такой, вот давайте там фоточки, видео в инстаграмчик меня выкладывайте. Вот этого точно вот не стоит делать, потому что даже если ты взлетишь, это будет абсолютно неконтролируемо. То есть, самолетик будет лететь сам, а ты на этой неконтролируемой конструкции будешь пытаться устоять. И там уже как повезет. Может быть, ты поймаешь этого складного ножичка, да? может быть, там еще какая-то кастрюка только с тобой придется. Поэтому, если хочешь комфортно научиться, минимальные сборности вообще, просто, не знаю, пять километров в час, у тебя крыло не взлетало. И когда ты научишься контролировать вот эту конструкцию все под водой, тогда уже прям сам инициирую ее вот на взлет. То есть, делай вот этот памп, ну, типа такой первоначальный, чтобы крыло взлетело. И это я точно понял, что касается абсолютно любого фойлинга. Будь то кайт, вейк, фойлсерф, винг. То есть, везде одна и та же история. Сначала научись в водоизмещающем режиме и сам инициируя этот взлет. Вот ты катаешься с лишем, не было такого, что тебя волна закручивала и ты уже сам был не рад, что прицепил к ноге доску? Нет, нет, к счастью не было, слава богу. Но чисто теоретически, да, когда вот прям сильно месяц, я вот так закрываюсь и прям вот готов ко всему. Вот, но лишь вставлю по той простой причине, что вокруг меня ездят, ну, как бы, как это сказать, невинные люди и как бы, ну, не хочется, чтобы им навредить. Поэтому, если есть шанс без лиша кататься, я предпочту, конечно, без лиша, потому что, когда падаешь, лучше пусть это все подальше от тебя улетает. А нет каких-то дополнительных правил разъезда, если один из райдеров находится на фойле? Он же чуть-чуть менее поворотлив, да, то есть у него как бы лавировка. Нет, только есть правило, что если кто-то на волне, все ему должны уступать. а на чем ты там едешь, это уже твои дела, ну, это ты сам выбрал снаряд, а там у тебя фойл, винсерф там или или сап там, никто тебя не пропустит. Наоборот, на одной волне ты с обычным серфером, а ты на ноге, и он как бы так опасливо тебе уступает, такого не было? С обычным серфером? Ну, он с обычным, а ты на ноге. Не-не-не-не, если кто-то с обычным серфом, а подожди, а я руками разгребаю. Да, руками. Ну, тогда действуют правила, как у обычных серферов, кто первый на волну встал, того и тапки, то есть, кто ближе к пику обрушения, тоже там не важно, но, как бы, никто тебе уступать дорогу точно не будет, ну, как бы, то есть, они могут, конечно, там опасаться, но, я, знаешь, тоже, когда только начинал фойлсерфом заниматься, я всегда это делал только в компании с друзьями, ну, то есть, они понимали, что я учусь, и я садился всегда ниже всех, чтобы, не дай бог, никого там, ну, неконтролируемо не сбить. Соответственно, я всех пропускал и брал только те волны, которые были пустые, ну, то есть, что, если я на нее становился и падал, то я точно никого не задевал, моя снаряга вниз улетала, а люди оставались выше по вам. Да, весьма гуманно. Слушайте, ну, у нас просто реально на Маврикии халяба в том плане, что здесь очень маленький трафик, то есть, вот мы здесь очень часто катаемся, когда... Только наша компания, вот мы приезжаем, не знаю, у нас там 3-4 человека, 5, вот, и все. То есть, даже если смотришь, что кто-то катается, там, ну, кроме нас, тут просто не идешь, потому что, ну, проще там подождать часик-два, когда народ накатается и пойти на пустые волны кататься. потому что, когда на пустых катаешься, у тебя прогресс лучше идет, у тебя куча... Ну, ты можешь выбрать любую волну, там, самую лучшую, самую подходящую, вот, чем там, толкаться, плюс, это всегда риск, даже если, ну, даже не в гидроноге дело, а просто обычный ферн, обычно с кайтом, чем больше народу, тем стремнее. Когда нам ждать твоих видосиков, уже заждались с этим карантином, когда вас... Я не знаю, ну, пока нам обещают 1 июня, что это все до 1 июня. А то есть, вам сейчас вообще выход запрещен на воду? Да, запрещен. На улицу запрещен. Он может, бассейн у него. Только на улицу, даже на улицу запрещен. Причем, мы уже 3 недели, 3 недели, как на Маврикии, нету ни одного заразившегося. То есть, все, кто заразился, они уже либо умерли, либо выздоровели. То есть, сейчас вируса здесь нет. Все равно мы сидим. И что, местное население не бунтует, не собирается бунтовать по этому поводу? А местному населению очень все нравится, потому что им зарплату платят, и они просто сидят дома. То есть, не нравится только тем, кто платит зарплату, соответственно, работодателям. А это все франко-маврикийцы там, юарцы, и мы. Соответственно, вот, мы же не будем протестовать. Мы исправно платим все и сети. Ну да, по Испании уже такие мысли ходят, и движения тоже, потому что этот Санчес всех поддостал. Это кто? Санчес, это, ну, премьер-президент Испании. А, окей. Который пытается все выбить побольше денег для, от Евросоюза для Испании в бюджет, который раздербанит последствия. Вот, и для этого нагнетает эту ситуацию. А так, в общем-то, ты так, так серьезно углублен, ты прям там живешь-живешь, да, у тебя это давний сколько? Я с 1 декабря здесь. А, то есть, ты так глубоко погрузился, да? Ну, ну, как глубоко и что-то я хотел следующее сказать. Дело в том, что вот на, ну, Испания-Испания, то есть, основная, основные очаги-то были в Мадриде, хотя это, наверное, не тема нашей конференции, не стоит это, это самое. Но дело в том, что на самом Тенерифе тут всего было полторы тысячи больных за весь период, из них более пятисот, это были медицинские работники и полицейские. А остальная тысяча там напополам туристы и местные. И все это разлетелось, никого уже нет у этого, а вот этот карантин продолжает так сказать. Но остров же сейчас закрыт, да? Закрыт, что остров для других? Закрыт, закрыт, но при этом, в принципе, сюда можно прилететь, а отсюда можно улететь. Это как бы негласно. А как же он туда закрыт? Тогда получается открыт. Если у тебя есть обоснования, с какой целью тебе надо куда-то отправиться, ты можешь отправиться и все. То есть, тут же, ну, как бы, дебилизм, в другом, вот. А если у человека какая-то жизненная ситуация сложилась так, то все идут ему навстречу. Поэтому тут два раза в неделю летает самолет, допустим, из Германии к нам, из Франкфурта по вторникам и пятницам. Вот у меня очень много маринеров в марине здесь, яхтсменов, они как бы пользуются этими. Кто-то там долго досидел, сидел, потом надоело, он на регулярном рейсе сел и улетел. Также он может вернуться, если он предоставит обоснование. И в этом тоже, с другой стороны, как бы, есть и небольшие минусы. что могут снова завезти, да? Да. Александр, в Санта-Круз ты на яхте ездил или на машине? Не, ну, конечно, на машине. На машине тут 55 минут, а на яхте туда можно день упираться. Дело в том, что от меня, моей, Марины, в Санта-Круз на север ехать, это с юга острова на север, это в основном ты будешь идти против встречного ветра, то есть тебе там резаться и резаться. На моторе, у тебя же мотор. Ну, и на моторе тоже, как бы, у нас сегодня, сегодня уже никто не ходит, хотя выход разрешен в дневное время яхтам. У нас сегодня там больше 12 метров дует, а завтра по прогнозу в Медане у нас там 16-20 метров в секунду и такой ветер практически здесь круглый год на Тенерифе именно вот в этом месте в Медане на споте. Да, Медан один из моих любимых спотов. Три или четыре раза там был. У нас, чтобы вылить на машине, нужен специальный пропуск. А в Испании как с этим делом? Еще раз, чтобы... У нас в Москве, чтобы на машине куда-то поехать, я должен заранее пропуск выписать. Не, ну здесь, когда была полная жопа, полный карантин, ну да, были какие-то пропуска для вот этих медработников, еще кого-то там. Ну, а на сегодняшний день уже все ездят кому куда нужно. Я до этого ни разу не одевал маску и не ходил нигде. Хотя, как бы, мы регулярно, не реже, чем раз в неделю выезжали в супермаркеты и так далее. И вот, вчера они приняли законодательное решение во все общественные места заходить только в масках. Мы сегодня поехали, было такое удивление. Хорошо, что у товарища в машине была упаковка этих масок. И мне первый раз за все, за весь период пришлось все один. Потому что, ну, как бы, не пускали там ни в яхтенный магазин, ни потом в супермаркет. Нет, потихоньку жизнь восстанавливается. Дело не в этом. Дело в том, тупизна в чем, что, понимаете, уже бары с какими-то ограничениями открылись, и ты можешь сидеть в баре и сосать пиво весь день, а спортом, вот, кайсерфингом, там, винсерфингом, запрещено, Днем заниматься запрещено. Только при этом с 6 утра до 10 утра у нас, как бы, ну, 10 начинает раздувать. И то же самое вечером, после 8 вечера, а в 8 вечера в 9 у нас закат. Как бы, вот. Василий Иванович, а ты здесь? Вроде включился. Сейчас Василий Иванович расскажет, как у нас в Подмосковье на Сене же ситуация, потому что тоже не успевает. Сегодня же снег был, да, в Москве? В Москве, наверное. Я сегодня видел у кого-то в Инстаграме в сторис, прям, реально снег лежал. Вчера сильный град был. Прям вот, ну, ощутимо было. Сума сойти, Это в Москве. Даду отключить звук. Просениш. Привет, Василий Иванович. Привет. Привет, Василий Иванович. Какие выглядишь? Просениш могу чуть-чуть рассказать. Давай, скажи, у Вас там холодно? Дубак такой, что просто оттас. Вот сегодня такой вот просто... А ты же прямо сейчас, ты же сейчас там и сидишь, я вот к матрусе прямо на станции. Сейчас я вам покажу, что все внутри. Ну, кто не знает, Жень, ты же здесь был. Значит, что у нас тут? Ну, ты знаешь, да, у нас хозяин помер. Ну, и что у нас осталось тут? флаги тут наши висят. Кстати, вот этот флаг московский десант Санчес подогнал. Жалко парня. Вот у меня тут такой спортивный уголок, корчусь. Ну, а там кони мои. Сижу, чаек попиваю. На улицу могу вас вывезти, на улицу смотреть. Ну, там уже, наверное, стемнело. Так что, вы катались сегодня? Василий Иванович, у вас там полиция нет, нищем нет? Ну, ты знаешь, мы девятого делали регату. Так, до этого катались понемножечку, приходили ребята, я никого не ограничивал, ну, понемножку, а тусовочку не делали. Девятого числа мы решили провести регату. Ну, там, пять человек. И тусовочка еще подошла, они начали фотографироваться, полиция прошла, раз, два, три, потом подошли, начали быковать. И на меня там написали, они в администрацию, письмо. Там не протокол, а письмо написали. Ну, чем закончится, не знаю, там, когда кончится карантин. Может, пожурят, а может, и забьют. По выходным дням ходят, вот на девятый было жестко, прямо, два полицейских и три нас с гвардейцами. То есть, всех разогнали с набережной. Потому что, я в город не хожу, я на мотоцикле езжу, на дачу. Для меня лично никаких изменений. Пропуска я никакие не заказываю, у меня ксивы есть от общественной палаты. Езжу, один раз остановили, я им ткнул, они посмотрели, посмотрели, и говорят, ладно, езжай. Тем более, что у меня возраст, я же не быкую с ними. И один раз мотобот, выловил мотобот. Я на красный свет там вырулил, не заметил их. А так все так же нормальненько. Приходят ребята, по одному катаются, кто хочет кататься. Ну, прокатчиков и обучения я торможу, потому что все-таки надо как-то прислушиваться к этим делам. Потому что в городе у нас уже 500 человек. С лифтами? А? Ну, конечно, можно, да. Вазелёвич, а как у тебя там тема с фойлами зашла? Винг фойл. По идее, у тебя же там для акватории самое оно. Да, там Стас Орлов, он тут винг фойл свой, там еще парни катаются зимой. Летом еще пока на вин никого не было. А она в гидрофойлах в прошлое лето и на формуле парень катал, и на маленькой доске, и вот Андрюхин брат там катался и на с кайтом, причем меня удивил, когда, например, было на пятнашку, на кайт, мало было, он с десяткой катался и почти вернулся против ветра. То есть фойл он сейчас рулит, и я думаю, ну, никуда не денутся парни. Идут. Да не, ну а что, как бы, как раз, мне кажется, фойл для таких условий создан. И там у нас нету, как раз какие-то проблемы. Не всегда приходится вернуться здесь, не получится всегда вернуться, но мы-то местные знаем, как доехать, мало того, на лодке можно, озеро не такое большое. Ну да, в принципе, да, плыть можно, еще там метров пятьсот, я насколько помню. Да, отлично все. Полно пока днем пробовать гидрофойлы, и не запрещают. Мы хотели в майские праздники попробовать. То, не то. У нас никто тут не запрещает. Потому что, как они, вот подальцы сказали, а что они катают? Я говорю, ну вот возьмите лодку и догоните их. И все, вопрос кончился. Да и что не скажешь? Ну катают и катают. Да, катаются и катаются, да. То есть, те, кто катаются, они, ну, без всяких ограничений. Есть ветер, катаются. Есть, которые и без ветра катаются. Это как? На запах. Ну, и на запах были крендельки катались. Просто маленькие берут доски, ой, большую досочку берут, на венцессе и катаются. Я не тоже какая-то один. Ну, опять же, электрофойл вот сейчас, Электрофойл здесь у нас еще не было. Не было, На джетах, на вот этих джетах катаются ребята. На мотоджетах? нету, да, на электрических. Сейчас за границу прикрыли, наверное, ломанутся ребята тоже сюда. Ну, да, вот я был в Москве, на Москва-реке и познакомился с ребятами, которые поставляют в Россию, но они сказали, что они за прошлый год 25 электрофойлов продали. Ну, то есть, эти люди москвичи, то есть, они же где-то должны кататься, вот, так что. Я так следил чуть-чуть за этой темой, там, в Строгино было, как-то у них там, ну, я думаю, это же реальная штучка, просто если сразу не получается, не опускать руки, и все добиться можно. Это прям максимальная реальность. И артисты цирка же катаются. Ты знаешь, она настолько реальная, что мне кажется, что, ну, если она будет дешевой, то она забьет вообще все другие виды спорта, потому что ты независим, тебе не нужно ветра ждать, там, а ощущение удовольствия, ну, в принципе, похоже. Ну, я так понимаю, на том же электрофолии те же самые проблемы, основная проблема это ножницы. И возвращаясь к теме, я подумал, может быть, ты все-таки вот скажешь, ты рассказывал, как избежать это, когда с кайтом, или с фингом, а при пампинге, ну, вот как же, какие должны быть движения, вот как ты разгоняешься, разгоняешься, ты на нее запрыгиваешь, и дальше же такие кувырки пойдут, что, ну, предугадать, как дальше твое тело сложится, в какую сторону оно пойдет, повернет, но оно настолько непредсказуемо, что и вот это тормозит. Слушай, я честно говоря, вот на пампинге прям не ловил что-то, ну, прям такого страшного, но как-то ты запрыгиваешь, ну, ты же уже знаешь, где там у тебя ноги стоят, и ты же можешь этот пампинг потренировать с кайтом, ну, то есть, так же едешь, да, и когда чувствуешь, ну, вот, что ты там... я поэтому это дело и отложил, оттренирую его с кайтом, этот пампинг, давайте, с кайтом, с кайтом, прям сто процентов, вот этот момент, а он иногда приходит, как бы, ты реально кайт можешь отпустить, и мне эти ощущения настолько нравятся, когда ты начинаешь, но вот в момент запрыгивания я не не ощущаю доску, не управляю ей вообще, я всего два раза попробовал и потом подумал, не, я нахер старый. И еще можно, знаешь, на лебедке попробовать, если лебедка есть где-то рядом, то тоже вот на ней пампить учиться, мне кажется, очень легко. Да-да-да, все слышно. Да, привет. 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 И я сейчас могу разговаривать, я тебе тоже перезвоню, хорошо? Блин, что-то не слышно, алло. Это у кого-то телефон включился, телефон смотрит. если меня было слышно. Не-не, что-то куда-то исчез. Алекс, а у тебя какое крюло, какую площадь? Да, то одну, то другую. Провалился звук. Алик, звук не слышно. Какое площадь у тебя крыло ты пампишь с кайтом? А кто-то что-то говорит или пауза? Да. Да, у тебя что-то звук пропал. Ты что-то говорил и пропал. Ну, все, не слышно. Так, сейчас слышно, нормально? Ну, сейчас слышно. Ну, значит, связи у Алекса что-то такое. Слушай, Дима, расскажи про эту резинку, с которой вот вы, что за такая? Слушай, это сноубордисты ее использовали. Мы, кстати, когда к Василию Ивановичу ездили в Сенеш, это было лет 10 назад, когда вот с колесиком мы там строили этот, как он упорвался-то, парк джибовый, да. Мы ее там тоже использовали. То есть, эта резинка популярна у сноубордистов, которые катаются в городе, и вот у них горки рядом нету, а разогнаться на сноуборде нужно. Они привязывают эту резинку к какой-нибудь периле, и как бы, ну, делают разгон с помощью ее. И также ее используют скимбордисты. Вот. Фирма называется Банжи-банжи. Я ее покупал, точнее, мне ее ребята из Траектории подарили. Я не знаю, они, может быть, уже не занимаются ими, потому что, на самом деле, тема очень специфичная. то есть, как бы, очень мало людей в мире, кто этим занимался. Но можно найти на Ютюбе инструкции, как их делать. На самом деле, это просто покупается резинка, заплетается в косичку и все. Ну, то есть, реально, ее можно сделать самому, блин, за два часа. Ну, то есть, там ничего сложного нету и себестоимость, ну, из серии, там, 100 долларов. Ну, вот. Слушай, а какой у нас стены и какой натягиваешь? Что? То есть, какая-то проблема там с натяжкой же, да, по-моему? Ну, тебе друзья нужны, чтобы ее растянуть. Одному, что? Я вмешаюсь, Жень, я же видел, как катались и Андрюш. Там хорошо, это когда вот зимой, например, нет ветра, пришли, ждете, поставили какую-нибудь фигуру, там, рейл какой-нибудь. Да, И потаненько ее оттягиваешь, вполне как занятие и не замерзнешь, но оттягиваешь ее два человека и где-то проезжаешь. Это тема для компании. То есть, вы собрались. Да, вот когда такой вот пришел и либо даже и ветер дует, надоело покататься и вот так чуть повеселиться под чаек. А там получается, что скользит метров 15-20 сноубордиста. Да, 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 это вообще там супер короткая дистанция. Но выпуливать она нормально, даже можно упасть. Вообще стопудово. Мы ее использовали именно только вот для старта. То есть, тебе нужно, чтобы вот ты сидишь на фойле на том же причале, да, как у Алекса, и тебе нужно просто встать на доску, а дальше ты ногами уже распампливаешься. Поэтому эта резинка прям вещь. И, кстати, в интернете можно на Ютьюбе посмотреть, там чувачок один из Германии, он придумал, как самому это все натягивать. То есть, у него там какая-то система с роликами, он там, ну, типа, через ролики натягивает достаточно легко. Ну, знаешь, там вот эта вот система... Ну, полиспас-система. Да-да-да, когда ты вот прям мало усилий прилагаешь, и там... На яхте это называется лебедка. Лебедка. Ставил ее на лебедку и закрутил. Все, ты там он прям подтягивал сам аккуратненько, за что-то там цеплял, спокойненько садился, и когда был готов, он расчековал. Знаешь, вот этот вот, я забыл, как вот Ронсон делает такой вот так, щелкаешь, и он открывается. Раньше использовалось на кайтах, ручечных. Ну, тоже, яхты... А я не пишу, что-то надо дорабатывать Лешу, мы на сноуборде использовали резинку в стрите. Крутая тема. Да, да-да-да. Просто мы тогда в Керчи тогда с Соловекиным разговаривали, он говорил, что как-то не может там прикрутить. Я так понимаю, вы же там тоже где-то в скалах там запускались? Проблема-то старта, да? В смысле, а ты... У тебя резинка к обычной веревке прикручена. Ну, ты просто веревку... Вот мы прям на скалу накидывали, ну, эту петлю, и все. То есть, ну, к любому, что может выдержать там твой натяг. Не знаю, сколько ты натягуешь. Ну, грубо говоря, Василий Иванович, на сене же любой столб на глубине, да? Вообще просто изи. Ну, летом даже не знаю, конечно, можно там, например, к пирсу где-нибудь подвязаться, но якорить ее вряд ли получится. У нас и ухру, вот, зимой отличненько. Василий Иванович, а мы тут около дома, знаешь, как делаем? У нас, мы просто привязываемся к якорям уже существующим. Вот у тебя есть там какие-то рядом лодки стоящие? Они же заикорены? Есть, да, но они возле берега и если только с воды, ну, тогда надо и коричку, и лодку. Не-не-не, у нас они все-таки чуть-чуть от берега, потому что у нас у берега не ставят, ну, то, что волнами может прибить, поэтому у нас чуть подальше как раз от берега ставят. У вас там свои нюансы. Сейчас потеплело бы, тут холода такие, нечего видеть. Теплеет, куда денется. Ну да, вон, Алекс сидит в Тайорифе, он жарает. Алекс, а ты не сказал, какое у тебя крыло, ты на чем катаешься-то? Ну, смотри, с кайтом я катаюсь на 80-м, на то же самое крыло, что у тебя с 19-го года, как, блин, такой же стабилизатор. А что такое 80-е, я не понимаю. Ой, 800-ый. А, лифт у тебя? Лифт? Да, да, да. А, окей. Ну, на нем память не получится, это же чисто... Ну, у меня 60-ть килограмм, я, когда вот выхожу на скорость, мне прикольно, я ощущаю ногами вот так вот, и начинаю придавливать, и оно меня само несет. А с кайтом согласен, ну, вот так просто с берега разбежаться и на... Нет, берега с этим не получится, для берега у меня вот то другое, которое я, в принципе, понял, были я с собой привезли, потому, ну, они поместились в багаж, потому что, ну, у меня и так было до тебя вещей, доски я не мог везти. Так какое оно? 1200 или что? Ну, да, да. Я так думаю, оно где-то 1250. А, а что за бренд? 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 Ну, у меня один бренд, ты что, не забыл? У меня Кахана бренд, у меня других... Я другой инвентарь не использую. Подожди, это то, что ты мне присылал? Это именно то, что я присылал, и оно тупило и не ехало. Мы разобрались, в чем дело, потому что там у меня сдвиг был по матрице и не получился стабилизатор неправильной формы, плюс фюзеляж был утолщенный. Я, собственно, эти две ошибки здесь исправил. Здесь они у меня другие уже, фюзеляж и стабилизатор. И, в общем-то, вот, его нужно в него впитывать. Ну, подожди, это была копия этого унифойла, правильно? Да, да, да. Этой копии на самом деле не было, потому что я же унифойл в руках не держал. Вообще. Ну, просто это похоже, типа, вот, как это называется, удлинение там, я не знаю. слушай, ну, слушай, слушай, вот прям унифойл, вообще, оно создано для вот этих всяких дел, там, пачки. Слушай, Дима, я давно хотел тебя спросить, очень набирает популярность вот этот гофойл, гоу, 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 китайский. Ты доводилось его пробовать, нет? Один разочек пробовал, ну, прям там, 3-5 минут, ну, как бы, нормально работает вроде. Я так понимаю, что он популярность набирает, потому что он очень дешевый. Я не знаю, насколько он дешевый, я не в делании популярности, а просто, ну, Инстаграм и прочие ссылки просто закиданы этими ссылками на то, как люди на нем катают, и он, как бы, по меру распространяется, вот. И формы у него незамысловатые, в общем-то. Ну, да, да. И отличаются, конечно, от унифойла твоего. Но люди такие вещи на нем исполняют, что прыжки с 360 в воздухе, причем это разгребаясь на волне, разгребаясь, вставая на пол, дальше разгоняясь, прыгают это 360, уходят на другую волну, потом пампят и возвращаются на следы, и скоро заходят. И, блин, думаю, я думаю, там точно дело не в фойле, там вот прям дело в прокладке сто процентов. То есть ты этому человеку, который делает это на гонке, дай все, что угодно. Понятно, да. Алекс, что за фойл-то китайский? Фойл. Гонг, может быть? Гонг, фойл, да. Гонг. Китайский. Не-не-не, гонг это вот по-китайски. Подожди, у него бренд такой Гоу и с синя-красным написано. А, подожди, Гоуфойл. Да, Гоуфойл. А, так это вообще это прям супер, это старички-старички, это одни из отцов-основателей. Это известная американская контора, да. Ну, это совсем не Китай. Так это не Китай даже? Про райдеры и все прочее. Гоуфойл это не Китай? Да, не-не, это американцы. Это прям, ну, крутые чуваки. Я думал, ты про гонг говоришь. Не-не-не, не про гонг. Не, ну, производство именно в Америке или в Китае сделают. Слушай, ну, вот я из американских прям много катался на МФС. И я прям могу сказать, что да, это просто вообще бомба. Но только они стоят там из серии ну, я не знаю, там двушку евро, 2500. Это на чем, как марках? Этот, МФС, Мауфин комплекс. МФС, ну да, да. Да. Вот. Потом, ну, в принципе, все, что делают американцы и все, что карбоновое, оно стоит дорого и оно прям реально кайфовое. То есть, ты когда берешь это в руки, ты такой, вау, блин, прям в руках понятно, что оно полетит. А когда ты его пробуешь, тебе прям вот хочется его, забрать и никогда не возвращать человеку. Так вот, мы теперь внесли поправку, Гоуфойл, этот, Гоуфойл, ты пробовал? Ты пробовал? Гоуфойл сам нет, не пробовал. Жалко. Ну, я вот все, что ты сказал, да, я так же слежу за теми же прорайдерами в Инстаграме, я все это вижу, да, они прыгают там. Но поверь мне, они прыгают не из-за того, что это Гоуфойл. Эти чуваки, это там Калама, да, этот прыгает, я забыл его имя, сын Дэйва Калама, вот он трешки там крутит на раз-два, ему реально что не дает. А так сейчас из крутых еще лифт, вот в этом году они сделали карбоновый фойл, тоже прям, ну, Какой лифт? Кабрина? Не, лифт это, такие электрофойлы есть, лифт. А, электрофойлы. Они же, они же сейчас сделали линейку обычных фойлов, и тоже доски там делают суперлегкие, там, и за них этот сейчас стал кататься, этот, этот, самый, известный фойлер. Кай, Кай Ленин, да, Кай Ленин. Да, вот он за МФС катался в том году, сейчас смотрю на лифт перешел. Ясно. Да вообще пофиг, на чем кататься, ну, реально, это точно, ну, как бы не самое важное. Было бы время, знаешь, там и желание, а так можно на чем угодно шибить и радоваться. Так, Дим, тебе Олег Аринин, пишет в чате Дима от Саши привет. Спасибо, Олег. Олег сейчас, кстати, в Сочи сидит и они там катаются каждый день так же на фойлах, там, хоть ветер и слабый, но гоняют. И там у них тепло бывает. Сейчас надо видимую включить, пусть расскажет. А, вот что. Пишет, что сегодня катались. Здорово, Олег. чаши. Чаши. Привет, Здорово. Всем привет, здрасте, здрасте. Ну чего, здорово, Саня. Полиция особо не гоняет. Сегодня, устали, ждали, ветер пришел, нормально, там, на десятках катались, на девятках катались, на фойле, там. А, Саня Дунова хорошо, да, прям супер, часов пять катались, там вообще суперский был. Блин, вот вы, конечно. Олег, где вы там, где вы катаете? А? Где вы там, в Сочи, катаете? На свинарке, где Меретинка, ближе к границе Абхазии, сегодня, Южагу, до Ужайка. Здорово. А чего там серфить-то получается, Олеже? Серфить, нет, пока нет. Там у меня нет большой доски, у меня маленький. А народ там, ты просто мне видео присылал, что-то маленькие волны какие-то у вас были. Ну, по-разному, в Хосте, да, вот позавчера качал, человек 30 там сидел на лайнапе, тесно сидят, терутся там. Да ладно? Да, 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 из одной волны, прикольно. Не, ну, что он приходит, подкачивает, качает. Там же локализм жесткий. Они же не пускают. Не хватает, не хватает. Стараемся, выживаем. Полиция более-менее нормально не гоняет, так подходит. Вы там пораньше приходите, уйдите, пора пляж покинуть, ну, мы покидаем, воду ушли, все, новоделы. То есть там никаких штрафов, ничего, да? Нет, ни разу, нет, нормально, казаки эти ходят, полицейские, ну, лояльно с пониманием относятся, ну, этих выгоняет, кто просто людей с пляжа, там, выйдет с пляжа, а мы в воду ушли, покатались, опять пришли, то есть, ну, проблем нету, то есть, ну, уходите, уходим, раз там и воду, либо совсем, потихонечку переживаем, карантин. Вроде смягчение, вроде смягчение обещают, вон, в крае. В Москве, конечно, да, в беда, совсем. Не сыпь, соль, на сахар. Сейчас потеплеет, ждем. Ну, Черное море клевое, это интересно. На Маврикии очень, да, на Маврикии все. Да, сидим уже. Я из дома сегодня только, второй раз в жизни вышел. Ну, конечно же, я делаю. Ужины. Здорово. Как у вас, там, в конференции, тут все собрались. На сахарх катаемся, периодически там тоже. Не, на море не трогают, правда, не трогают, никто ничего. А я тоже, я тоже на шапшерфе катаюсь. Красавчик. Спасибо. Стой уже, может, нормально. Я тоже на шапшерфе катаюсь. И терпор. Все в первую погоду, жаркий год, 28 градусов, загрелся. А в Москве снег не нужен. Мне вот интересно, а в Маврикии на... в Маврикии на лайнапе какое максимальное количество собирается? мы приглашаем ужин, наслаждаемся, слушаем. Дима, а я хотел... Человек 50. было, я помню, когда, на Новый год, наверное. Это максимальное, да? Да. Ну, я в такой... Ну, а так, среднее по будням... Человек 5-10. Ого, шикарно. Вот тут... Слушай, ну, я вот реально, даже если 5, я даже, даже если 5, я не пойду. Я пойду, реально там вообще никого не будет. Ну, потому что, когда... Ну, здесь такого не бывает. А у нас бывает. У нас реально вот, ну, ты посидел, смотришь... То есть, маврикицы не любят серфинг? Ну, мало катается. То есть, как бы, ну, не знаю, там, местное население вообще воду не любит. То есть, сами маврикицы, они почти все живут в центре острова. И они, ну, это индусы же в основном. Индийцы. Ну, на Тенерифе живут по всему острову, вот, но съезжаются мне кажется со всего острова. И, в общем, на лайнапе там, ну, капец. Ну, у вас там Европа, еще, ну, со всей Европы еще приезжают. Нет, с Европы, то с Европы, то когда, ну, до карантина, вот, плюс ученики эти постоянные. А так, в принципе, тут местное население, у них у каждого во дворе по серфу борду лежит. И они по утрам стабильно перед работой, у них такое правило, как-то они перед работой, с утра на рассвете, на восходе приезжают, и их просто немерено. На набережной, в воде. Испанцев очень много этим спортом увлекаются. Ну, так как бы хорошо. А оставшаяся половина населения, которое не занимается серф-футбордом, они занимаются вот этим пробегками, хедбой вдоль набережной. Ну, в общем, по утрам все побережье атаковано испанцами. Не, у нас тут свои виды спорта, знаешь, там, ромчику попить, там, барабаны постучать на пляже, побухать, вот какая-то такая тема. То есть, к спорту народ сильно спокойно. Поэтому, когда сейчас здесь пошли движухи, типа, а давайте мы, ну, разрешим спорт, ну, в силу того, что вроде как коронавирус победили, ну, так это вообще не нашло отклика в сердцах маврикийцев, потому что этот спорт нафиг никому не нужен, там, ну, то есть, реально единицы занимаются всем этим. Я думаю, вообще на весь маврикий серферов, там, человек 200-300, вот так вот, ну, по всему острову так распределены, кто катается там, ну, постоянно. И поэтому, когда качает, то вот, ну, там, на 5-10 спотов вся эта толпа распределяется равномерно, и все. А в маврики, опять 5 спотов, 5-10 спотов можно насчитать? Ну, от силы, да. Ну, может быть и больше, но, когда качает какое-то одно направление, то вот, ну, где-то спотов 5 работает, вот так вот. Вот, так в принципе, ну, под любое направление волны и ветра можно найти свой спот, но здесь почти всегда с одного, практически всегда с одного направления дует, и волна всегда приходит тоже с одного направления, поэтому, ну, нормально, короче, жить можно, катаемся. А Дим, Дим, слушай, ты один из самых изобретательных серферов, и у тебя много было интересных экспериментов, вот, например, в Москве, да, я видел твой ролик, как МД и тебе дал длиннющую ногу, там, что-то полтора, два, там, что-то какая-то дикая длина, у тебя не очень успешный старт был, вообще просто, интересно, что дальше, то есть, ты не пробовал на ней, куда она делась, эта нога, ее распилили нормальной, или что с ней стало? Слушай, а на самом деле, это просто, ну, это, эта нога не создавалась ни для чего, это просто погонный метр, вот, то есть, ее потом распилили, сделали из нее обычные фойлы, но в силу того, что, я не помню, она, по-моему, 2,70 была, или 3 метра, вот, то есть, там какой-то погонаж у нее идет, вот, она была четко такая, и она вот так гнулась вся, вот, просто ад, и кататься на этом было невозможно, мы на это убили часа, я не знаю, два, три, четыре, и я только вот однажды на ней взлетел, вот так и закачался, и упал, и все, и мы эту затею бросили, вот, все это оказалось не так просто. У тебя там еще много экспериментов было, там, ты ананасиком на Маврикии катался, там, и чем только не занимался. Я же говорю, просто вот, представь, ты сидишь в замкнутом пространстве, и, как бы, ну, вот, тебе надо постоянно себя чем-то занимать, иначе с ума сойдешь, поэтому мы... Расскажи нам, нам интересно это все слушать. А что рассказать, я не знаю, ну, как бы, вот ты пришел на пляж. Ну, ты как возвращался обратно потом? Это же даунвинт чистый, обратно как идти, пешком? Не, а это же на лодке мы затягивались. Я с зонтом катался, с зонтом катался, и причем, потом, когда я покатался с зонтом, мне написали чуваки, которые занимаются зонтами, и мне прислали на, типа, давай с ними нам видео для рекламы. Короче, они выпускают самые прочные зонты в мире, и реально мне прислали зон, типа, они говорят, он не вывернется. Знаешь, у меня была проблема, что когда сильный ветер дул, он у меня просто вот так копнул, выворачивался. А эти чуваки прислали такое же, говорят, что они его тестировали, он не выворачивался при скорости 100 км в час. Вот, то есть, следующая моя задача будет с этим зонтом помочь зонту. Рекламу не снял, да? А с этого случился локдаун, ну, то есть, вот, они прислали, и там через неделю нас зонтали. Маленький, не знаю, метр, метр двадцать, что-то такое. Ну, то есть, должно сильно фигарить, но я думаю, что так же, зато уинюсь на кайте за кем-нибудь, и потом, когда уже выйду на крыло, и почувствую, что меня тащит, тогда я его открою, и там как-то что-то заброшу. Слушай, ну, прикол, реклама зонтов, офигеть. Не, ну, как бы, что, мне не жалко. Кто бы мог подумать, да? Что только не рекламирует, Дима, и гоу-прошки, и зонты, какая разнообразная. Я тебе говорю, мне главное, вот, просто, чтобы не сойти с ума здесь, вот, ну, это вот, главная задача, то есть, постоянно что-то придумываешь, и, я думаю, все вот эти увлечения Вингом там и всякими прочими странными с точки зрения нормального кайтера вещами, я думаю, это все оттуда. А Винг на лонгборде не важно. Я видел тебя с Вингом на лонгборде. Так, Винг на лонгборде. Ты имеешь в виду лонгборд скейт или что? Скейт. Винг со скейтом. Нет, нет, что-то как-то не... А что, дороги на Маврикии позволяют там дрифтить на лонгбордах? Вот что-то у вас такое было какое-то направление, когда ветра не было? Да, да, было, но мы все попадали и все как-то попустились очень быстро. То есть, там падения такие, знаешь, серьезные, что, ну, его нафиг, ты стираешься там, ну, и как-то, вот, был у нас какой-то год, мы прям много гоняли. Здесь классные дороги, я думаю, что если есть прям профессионалы, которые этим увлекаются, они бы кайфанули нереально, потому что здесь есть такие трассы, знаешь, вот когда ты с гор съезжаешь и там... Сирпантинчик, да? Да, 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 с кучей поворотиков, там даже гонки проводятся, ролиные, вот, но сам я, ну, как-то уже старый для таких развлечений, потому что там все по-серьезному, знаешь, ну, я плюс вижу, как маврикийцы, некоторые вот меня, ну, когда я увлекался этим, тоже там познакомился, я вижу, как они бьются, там, прям с переломами, там, со всеми этим, все на грани, там, ну, такого, жизни и смерти. Водить, чтобы приятнее, это стопудово. Ну, это для молодежи, знаешь, это вот если тебе 15-20, тогда да, не вопрос, можно как бы кайфануть, но когда тебе уже 40, да, и у тебя трое детей, то, наверное, уже это, можно немножко это опуститься. Слушай, а вот Ахрин, который тебя фотает, он же тоже катается, и на серфе, и на кайте, да? Да, да, ну, на кайте и реже, на серфе в основном. Тоже с крылом? Ну, а? С крылом? Не, 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 просто разгребается, загребает. Крыло что-то никому не заходит, у меня на самом деле самая большая проблема это найти компанию, то есть я уже, как своих друзей не соблазняю, там, и Джексону не зашло, ну, то есть как бы они все покатались, ну, так, типа, ерунда какая-то, тревочек там. А почему, как думаешь? Сложно разгребаться или что? Ну, потому что серфинг, наверное, есть, ну, то есть как бы, ну, так, если вот прям по гамбургскому счету серфинг всех круче вид спорта, ну, прям вот номер один, потому что ты максимально близко в зоне обрушения катаешься, и вот обрабатываешь волну в самом вот критическом ее месте. на фойле ты все-таки не можешь близко к краю подойти, ты там где-то на краю плеча едешь или какие-то там маленькие волнишки берешь, потому что если ты в крутое место на фойл попадаешь, то ты сразу улетаешь в космос, падаешь там, и все это начинается. Я думаю, только из-за этого, что как бы на серфе уже все катаются и ну, как бы не видят смысла в чем-то другом. развиваться всегда интересно, мне кажется. Бережа, погоди, ты сейчас расскажешь. Дим, расскажи, на какие GoPro ты сейчас пишешь? 8. 8 на GoPro 8. Ну, да, еще 7 у меня есть, но 7 так лежит про запас, если восьмерка сломается. Ну, понятно. А что это сейчас за наглубники используешь, так спокойно в них разговариваешь? На последних... это про стандарт. Я не знаю, сейчас мне... Адам, покажи, интересно. Сейчас, секунду, отойду на секунду, и посмотрю, где-то у меня есть. А то он там на последних видео очень хорошо разговаривает, четко, и держит ртом в голову. Не, не могу показать, как раз Лехе Ахриму отдал. Так что, ну, короче, да, вот если говорить про крепеж в зубы, так как GoPro меня спонсируют, они мне дали свою. Она вообще просто ну, прям никак. Ну, то есть, ее можно использовать, но только из-за того, что меня спонсируют. Но так, если за свои деньги покупать, то покупайте про стандарт. Это прям самые лучшие GoPro эти, крепежи, и ее кайф в том, что ты ее садишь в кипят... кладешь в кипяток, она такая размещается, потом садишь по своим зубам, по своему прикусу, и она очень надежна. То есть, если тебя замывает, то самое надежное место, где у тебя сохранится GoPro, это в зубах. То есть, ты ее в зубы забираешь, тебя как бы ни крутило, ты интуитивно сжимаешь зубы во всех замесах, и она у тебя никуда не денется. И плюс, это как защита работает. То есть, у тебя зубы защищены, ну, как будто это боксерская капа какая-то, что-то такое. Потому что многие думают, что ты там, ну, тебе зубы можешь сломать. Наоборот, с этой штукой более защищен. Поэтому... А вот в зенечку какую-то вешаешь? Ну, страховочный лишь какой-то вешаешь? Или просто... Не, вообще, никаких страховок люди иногда на шею вешают. Вот это, мне кажется, прям чистый бред, потому что это реально может тебя там задушить как-то, ну, здесь намотается, нафиг это надо. То есть, если уж совсем же спильбанщина какая-то пошла, такой замес, что, ну, там, выживать или не выживать, тогда ты все это выплевываешь, потом всплываешь, и, ну, так как у тебя это все в боксе, и сзади вот этот поплавочек, который держит всю эту конструкцию на плаву, то ты потом после замеса спокойно находишь. У меня это случалось с десяток раз. Причем, меня замывало на Манаве, когда эту гоу-прошку утаскивало просто метров на 200 от меня вниз по течению, там я долго плавал, там, ну, 10-15 минут ты все равно ее находишь, потому что этот поплавок, он красный, а да, синяя, ну, блин, там не заметить ее невозможно. Так что, прям всем рекомендую. И как находишь потом на берегу? Дим? Нет, нет, почему? Она вот, ну, ее смывает и она в океане плавает. Ну, то есть, как бы, ты видишь, где зона обрушения и ты понимаешь, куда вода после зоны обрушения уходит, ну, как бы уже когда давно, когда все... Ну, да, то есть, ты знаешь, утечение там вот в это место приходит, ты туда приходишь и там просто, ну, ездишь, ездишь, пока ее не найдешь. Слушай, Дим, еще такой вопрос. Значит, девочка у меня в прошлом году была, была у вас на Маврике и ты ей запретил кататься на... ну, на серфинге, да, на скайтернг, потому что она не умела делать лупу. Что не умела? Да он лупу делает. То есть, я так понимаю, я ее запретил. Ну, или ты говоришь, что она не умеет и так далее. Какая-то странная история. Народу приезжает, кто хотят там черфить на волнах и вы их не допускаете, не умеет делать именно даун лупить, крутить. Ты знаешь, я думаю, что, наверное, речь не про даун лупы, а про переступы. Ну, даун лупы, ну, как бы клево, если ты поворачиваешься с даун лупом, но мне кажется, это не принципиально. Принципиально, чтобы ты когда, когда ты идешь на волну, ты мог быстро переступать, ну, то есть, менять галсы, потому что, ну, там же ты выходишь в некую очередь, попадаешь, да, хотя бы там три-четыре человека, но тем не менее, и когда ты видишь волну, тебе нужно быстро переступить, а если ты будешь ступить, ну, типа, знаешь, там, слез в воду, руками повернуть доску, то ты будешь все пропускать и будешь людям мешать. Я думаю, вот это, наверное, не успеет. Она объяснила так, что, то есть, она не могла уходить от волны. Вот. Она не могла уходить. Не могу сказать. Вообще, для меня это новость какая-то. Даунглупы и... Не, ну, реально, то есть, человек потом пришел, катается уже достаточно давно, хорошо, а вот такая, галсы не умел. То есть, если там, даунглуп, сливаться, вот, пришлось часочек с ней заниматься. Потому что, реально, человек не умел это делать. Ну, это не важно. Ну, даунглуп, это не важная, это не важная вещь, которая нужна для обучения вейфрайдинг. То есть, в принципе, если ты умеешь вырезаться, то все, ты готов для волн. Иди, катайся. Просто всякие вот эти вот нюансики, ну, там, быстрые переступы, они все, они тебе улучшают жизнь. Но, как бы, если ты готов разворачивать доску руками, если ты, ну, как бы, ну, точно, даунглуп, это не та характеристика, которую прям нужно уметь делать. Ну, я правильно понимаю, даунглуп, это вот чтобы поворот сделать, да, ну, чтобы... Не поворот, а не поворот. Не поворот, а не поворот. Я так понимаю, что, когда ты идешь по вне уже, чтобы у тебя слиться вниз, от волны уйти ниже, ниже волны. Чтоб тебя не замыло. Не, у нас не так. У нас, если ты сел на волну, у тебя кайт просто дрейфует. Зачем тебе даунглуп? Если ты даунглуп сделаешь, у тебя наоборот стянет вниз. Ну, рассказывай, как объясни. Потому что, я же тебе говорю, у нас таких волн нету, именно длинных. В Крыму катаемся, конечно, сколько, в этом году было 4-х метрового волны, но они рваные. Надо искать. Не знаю, про что говорила тебе эта девочка, но у нас все происходит так. ты подъезжаешь к волне, садишься на нее, затягиваешь пример, отпускаешь планку, и все. И ты про купол можешь забыть. Дальше ты едешь по волне, купол у тебя на провисших стропах, висит где-то там в полнеба, и ты его только чуть-чуть шевелишь, ну, просто чтобы чувствовать, что ты его не потерял, контролишь. Но каких-то действий с ним, типа даунглупов, совершать не нужно. Если ты сделаешь даунглуп, то ты просто уйдешь очень жестко вниз по ветру, соответственно, улетишь с кармана на край плеча, либо вообще за волну, куда-то улетишь. Вот. Так что я, честно говоря, не понимаю, про что эта девочка имела в виду. Ну, ясно. Ладно, слушай, а получается, сколько вы на карантин сейчас? Мы с 18 марта. Там у тебя фотография появилась в фейсбуке, я так понимаю, Хрим же снял, да, ты лежишь в Сухолеле? А, это еще до карантина было. Это мы снимали, вот как раз с числа 15 марта. Тогда у нас все разговоры как раз уже начались про этот вот, там, коронавирус, там, в Европе, там, то, сё. То есть у нас его еще... Я хотел спросить, ты научился играть? Ну, вот меня Леха учил чуть-чуть, он увлекся этим, он прям каждый день фигарит. А я освоил эту, вот эту штуку. Варган звали? Варган, да. Вот на Варгане мне тоже нравится, когда делать нехрен, сидишь. Вот. Ну, я на Хулельке тоже немножко могу. Всё, понятно. Кто у нас тут? Народ, вопросы есть еще, Сережа? Да, у меня есть вопросы. Дима, а вот ты учишь серфить ребят, ты используешь радиотелефоны какие-то, как ты передаешь? А вот выборы какие-то? А какие телефоны? Они водонепроницаемые? Короче, смотри. Самое лучшее для вейфрайдинга, для обучения BB-token. Почему они так хороши? Ну, вообще у нас в школе мы обучаем на рациях, на сторонней связи. Я имею в виду обучение с нуля. Вот. Но если мы говорим про обучение по волнам, то BB-token имеет преимущество преимущество то, что ты постоянно на связи с учеником. То есть, грубо говоря, мы заходим на волну, я ему говорю, что делать, он это делает, или если у него не получает, там, говорит свои соображения, то есть мы постоянно на связи. Плюс я его снимаю еще на GoPro, то есть я еду рядом с ним, и получается, мы общаемся с ним в онлайне, и если он что-то не понимает там, то мы это еще и разбираем на берегу. И как бы вот показываешь ему ошибки тут же, и там на следующее занятие уже там намечаем некий план. Поэтому если будете обучать, ну вот, кого-то брать на продвинутое обучение, я прям всем рекомендую, BB-token, это просто бомба. Но, к сожалению, для обучения с нуля это не сильно подходит, потому что у нее радиус действия там всего лишь там типа 300 метров. То есть на Wave ты всегда, ну как бы эти 300 метров ты близко едешь, к человеку. А если с нуля обучаешь, ну знаешь, там человека можешь потащить реально далеко, и когда тебе нужна с ним связь, там, ну, то есть экстремальная какая-то ситуация, а у вас там сигнал порвался, нафиг оно надо. Поэтому для обучения с нуля только рация. Водонепроницаемые или вы там их как-то защищаете, пакеты, не знаю? Ну они, они в боксах таких идут. Вот. Очень надежно сделанное. Вот как купили мы первую, не знаю, сколько это было, три года назад, когда они вот только-только появились. Вот до сих пор у нас живы. То есть мы меняли только запчасти, там летят эти микрофончики и наушнички. А сами девайсов. какие у тебя в основном ученики, чему ты их учишь? Серфингу, на ноге, там, кайт-серфингу, что у тебя там? Основное, какое направление? Ну у нас здесь школа. Вот основной наш хлеб, основной бизнес это обучение новичков кайт-серфингу с нуля. Это вот то, что нас кормят. Но я сам лично этим не занимаюсь. Мне скучновато самостоятельно заниматься серфингом. У нас инструктор этим занимается. Но сам я для души обучаю людей вейф-райдингу. То есть мне прям нравится их водить на Манаву, то есть знакомить вот с этими, ну вот, знаешь, сейчас я сталкером ощущаю, что вот я людей веду там, знакомлю с каким-то новым миром. И это мне не скучно, потому что люди уже умеют кататься. То есть вот Андрей сказал, что я какой-то девочке там сказал, что на доун-луп надо ей научиться делать. Для меня вот это новость. То есть, в принципе, как бы, если человек умеет кататься, ну то есть на Твинтипе он, например, уверенно ездит, да, там из точки А в точку Б может выехать, ну то есть вырезаться умеет, то все, он готов к волне, если у него есть желание, то я его поведу туда. Вот. Но в последнее время появились люди, которым хочется попробовать и фойл, вейк фойл, да, и появились люди, которые хотят попробовать вейк фойл. Для меня на самом деле удивительно, потому что, ну, среди моих друзей таких дурачков нет. Ну, то есть, вот никто не катается на фойлах. У нас на районе реально, ну вот я катаюсь там, у меня в основном все друзья это иностранцы, ну, точнее местные, маврикийские ребята, вот, вот, а из русских, ну, только, наверное, один мой друг, вот, ну, прям, вот с ним мы гоняем, но массово все так, знаешь, ну, типа, фойл, фигня какая-то. Я и сам, на самом деле, с этим фойлом тоже случайно познакомился, грубо говоря, я приехал в Москву в отпуск и заехал на Плечеево озеро и просто охренел реально. То есть, я этих фойлов в глаза не видел, и я приезжаю, а на Плечеево озеро катаются вообще, там их штук 50 было, то есть, все катаются на этих фойлах, я такой, ого, это вообще что, это как? И вот Олег Черкашин меня тогда научил, сказал, на, попробуй, я такой, ну, прям вообще дикость какая-то попробовал, ничего себе, ну, работает, и все, и после этого как-то пошло-поехало, уже начал здесь переносить свой опыт на волна. Дим, а можно вопрос? Да, да. Подскажи, пожалуйста, в какой площади должно быть крыло, чтобы можно было серфить нормально, то есть, без кайта, просто с легкой волнишки, с плоской скатываться. Разгребаться руками будешь? У, хороший вопрос. Ну, это на самом деле самый важный вопрос. Там, там просто смотри, как все это работает, у каждого крыла есть свой диапазон, вот, рабочий, если крыло большое, например, у тебя вес там в 70, да? Ну, 65. 65. Ну, окей, там, для тебя самое большое крыло, скажем, это будет там 1300, там, 1200, там, это вот самое огромное крыло для тебя. Что это, ну, если мы говорим про фойл серфинг, не про винг, потому что если винг, то там прям, ну, еще больше нужно. И, соответственно, вот, тебе, чтобы, если ты возьмешь крыло 1300, тебе нужно его разогнать, там, ну, до 10 километров в час, тогда оно взлетит, и, соответственно, ты встанешь на него и поедешь. Если у тебя волна небольшая, например, там, по плечу или там, по поясу, и она так рушится, не вот, как это называется, не в трубу закручивается, а так, ну, мягенько обрушается, то тогда я бы порекомендовал тебе вот взять вот это крыло 1200. Если же волна мощная, то тогда надо уменьшать размер там 1000 дальше идет, 900, 800. И вот, наверное, 800 это для тебя будет самое вот маленькое крыло для фойл серфинга. Как-то так. Понял. То есть вот эти крылья, ну, которые видел какие-то линейки, фанатик, еще что-то, 2000, 2500, это, наверное, это все, это все для Винга. Это точно не фойл серфер. 2500 для твоего Винга. Маленькие скорости? На Винге вообще скорость ноль, реально. То есть, ну, это ты там едешь, когда ты едешь на Винге 10 километров в час, тебе прям страшно становится, как быстро ты несешься. Ну, там прям все как-то супер медленно, и как бы, вот 2500 это точно не для тебя. 2500 это для очень взрослых, не взрослых, а очень крепких, да, мужчин с весом там 100, не знаю, там 100 плюс, вот. А я бы тебе порекомендовал, если ты хочешь Винг попробовать, то, наверное, где-нибудь там 1600, вот такое крыло максимум. Вот. Может быть, даже там, поначалу можно попробовать даже там 1800 или 2, но ты просто будешь офигевать, насколько быстро ты перестаешь его контролировать. То есть, ты только, вот оно у тебя взлетело, и все, и ты там всем весом тела давишь, давишь, а тебе не получается его задавить, оно будет у тебя просто, ну, набирая скорость, я попробовал вот буквально месяц назад Винг, но было какое-то китайское крыло, такое без профиля, то есть оно плоское, ну, такое тоненькое, но площадь хорошая, порядка 1300 или 1500, и оно не, ну, мне было тяжело на нем встать, то есть, я не смог. То есть, вот кто профи, кто круто катается на фойлах, там есть один человек, он встал на нем, и топ, ну, помучился, как бы, и поехал, в принципе. Так. Вот, а еще, кстати, вопрос с этим, какую фирму, ну, недорогую, скажем, вот тоже для серфинга порекомендуешь, или какую модель? Мне очень нравится, очень нравится русский РДБ 1200, я лично на этом крыле катался, мне прям супер понравилось, нашло, потому что они делают карбоновый, это просто, ну, невероятно кайфово, то есть, когда ты покатался на тяжелых крыльях, и берешь легкое, ты просто вообще охреневаешь, насколько, ну, вообще, жить хорошо, когда это все, ну, потому что ты много сил тратишь, чтобы это все, там, ну, там, перетащить, там, в воде как-то крутишь, когда это все карбоновое, легенькое, это просто кайф. Ну, и ребята реально классное крыло сделали, вот мы на, на Маврикии катались с Мишей Соловейкиным, как раз на крыле 1200, они только-только его делали, то есть, оно еще было, даже там, не доведенное до ума, Миша там какие-то шайбочки подкладывал, постоянно что-то делал, и мы его тестировали, тестировали, и потом, когда он там что-то сделал, я уж не знаю, что мы прям, ну, покатались, кипанули, а Миша еще сказал, да это еще фигня, это там, типа, мачта алюминиевая, а не карбоновая, а вот будет карбоновая, еще будет круче, потом ребята это все сделали, и прям, ну, вот реально, очень хорошие крылья, их бы я и рекомендовал. Это у них есть какая-то линейка, или это просто 1200, какой-то стандарт там? По-моему, я не знаю, как сейчас, я сильно за ними не следил, но, ну, вот в том году у них было одно крыло, они называли его серфовое крыло 1200, как-то так. Понял, вот, спасибо за внимание. Они причем его делали, как бы, и для кайта, то есть на нем можно и на кайте кататься, но, вот, сейчас я пришел к такому выводу, что мне на кайте, мне нравится крыло меньшего размера, то есть мне комфортнее на кайте кататься на крыле 800, 900, вот, а когда я беру большое крыло с кайтом, ну, там просто хода немножко выше, и я, как бы, ну, могу ехать, но вот удовольствие уже какое-то не то, а вот, если фоилсерфинг, то есть когда тебе надо руками разгребаться, или тебя кто-то растуинивает на волну, или вейк фоил, то вот, мне кажется, 1200 это прям суперская будет. Слушай, ой, кстати, тоже не отходи от кассы, тут вопрос, у меня копия, вот, не знаю, сейчас видно, не видно, мне очень нравится крыло, но оно, это копия чего-то, я не знаю чего, вот, я хочу найти оригинал, ты не знаешь вообще, как бы, на что это похоже? Крыло, крылья вниз, да, смотрят. Да, закрылки вниз, необычно, стабилизатор, так, честно говоря, не знаю, я такое не видел, вот у меня, вот сейчас была так, ума здесь новая, там, вот эти винглеты, они смотрели вверх, вот, и у Каприны, у новой, по-моему, тоже винглеты вверх смотрят, вниз, по-моему, смотрят, на новой, да? По-моему, да. Блин, к своему стыду, нет, вон лежит, руки не доходят распаковать, завтра, наверное, этим займемся. Сейчас в катал. Не катайтесь, пока сидите, конечно, что расскажите. Илья, а что за копия у тебя? Что это за крыло? Вот я хочу, я хочу узнать, это, я купил тут у локальных людей, в общем, они... У тебя винглеты вниз смотрят, да? Ну да, винглеты вниз, стабилизатор вверх. Причем стабилизатор... Я вот смотрю, Кабриновский каталог, нифига, винглеты тоже вверх здесь смотрят, на Кабрине. Так же и на Такуме было. Вот мы катались на Такуме, тоже вверх смотрели. Так что я не знаю, что... Очень много лет назад французы начинали такие крылья делать с винглетами вниз, которые смотрели. Вот эти хоруи, да, вот это... Правильно. Ну, хоруи и там... Ну смотрите, ребят, с РДБ мы на прошлом четверге обсуждали. В Ютубе такой же чат, можете посмотреть. У них rdb.com, да, Виталь, сайт. Потому что даже Рамиль сюда заходил, я смотрю, вышел. Поэтому посмотрите, у них, по-моему, 730 крыло, 1200, и сейчас они... А я с каким-то Сашей там общался из РДБ. У них Денис и Рамиль. А, с Денисом, да, блин. С Денисом Сливниковым. Точно, да, 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 с Денисом. Рамиль, я не знаю. Слушай, а что тебе эта копия не нравится, или что? Почему ты про нее спрашиваешь? Она нравится, но есть нюансы. Ну вот, например, здесь вот фюзеляж карбоновый, и он начал немножко расслаиваться. Не знаю, тут видно, не видно. Вот в этом месте такие трещинки. Ну и есть моменты, то есть немножко немножко он это шатается вот так вот. Да, чуть-чуть шатается, да. Ну и видно, в общем, видно копия. Ну, едет классно, мне все нравится, хочу оригинал такой найти. И матч-то длинное, да, у тебя метровое, что ли? Ну, девяносто, пять, наверное, девяносто. Чисто кайтовая, короче, история. Кайтовая, да, и досуля маленькая совсем. А доска, Чиа, Илья, тоже хендмейт. Ну, должно быть, надпись, можно по надписи, наверное, все-таки вычислить, кто. А ты где сидишь, в Вьетнаме, что ли, Илья? Да, во Вьетнаме тут местный шейпер делает. Копи, ну, посмотри, разные другие гидрофоры, там же в Вьетнаме много, кто народ катается, а это зашпаклевать, сделать и продать, выброси новые. В этом году много очень фойлов сделано, причем качественных. Dark Foils Форид сделал, у нас неплохие Zulu, по-моему, кайф, нравится, классные. Вот, РДБшники, они сделали стабилизатор на 1200-е крыло, точно стало лучше ехать, как бы, ну, мы еще не пробовали, вот летом, хочу покататься. Что из таких еще из карбоновых? Carat делает, если вот из недорогих, последний это украинский производитель. Carat вроде дорогой, нет? Он сейчас выложил что-то 750 евро, по-моему, полностью в комплект. Комплект! Комплект! Это прям мега цена. Да, но там надо тоже смотреть, у него крылья, по-моему, он ориентируется в 700-е больше на гон. Не, ну, почему? У Carat тоже фрирайдные есть крылья, совершенно точно. Ну, Виталий, не височные, да? Ну, не тысячные, но какие-то 700-800-е тоже были, насчет тысячных не помню. Поэтому из недорогих можно выбрать что-то посмотреть. Дима, а сколько сейчас скабриновских гидрофойлов в комплект? Ну, они как стоили, так и стоят там что-то типа 800-800 евро за деталь. Ну, то есть 800 евро доска и 800 евро гидрофойлов. Ну, так же, как и все Нарсы, там, Дуатона, не знаю, Ликвид Форс. Ну, да, все хорошо, но у них, видишь, алюминиевый мачник, конечно, тяжеловат. Пипец какие! Ну, это еще мягко сказано, тяжеловат. Я тебе говорю, я когда после этого беру какой-нибудь карбон, я говорю, а что, так можно было, знаешь, прям, ну, ты там таскаешь это все, у тебя доска тяжелая еще, крыло тяжелое. Ну, я так понимаю, у них очень большие затраты у всех этих фирм на маркетинг, ну, надо же содержать команду, там все. поэтому они делают, по сути-то, ну, стандартное какое-то, точнее, не стандартное, а оборудование со средними характеристиками, но у них, ну, там, себестоимость самого оборудования может быть низкая, именно вот за материалы, но большие затраты уходят на всю маркетинговую составляющую. Потому что я вот сейчас открыл каталог Каприновский 20-го года, я смотрю, что у них появились, отдельно карбоновые мачты, вот этого у них раньше не было. То есть, ты когда покупаешь комплект отдельно, то у тебя идет все алюминиевое, и мачта, и фюзеляж. Но отдельно ты можешь купить себе и карбоновый фюзеляж, и карбоновую мачту, ну, и, соответственно, типа, будет у тебя все легенькое и хорошенькое, но, соответственно, это все будет стоить сильно дорого. Поэтому, именно поэтому я и говорю, ребят, если есть шанс взять российского производителя отечественного, да, ну, либо украинского, то есть, лучше своих ребят поддерживать. Во-первых, ну, как бы, они делают из карбона, это легкая база. Это легкая база. Плюс, они уже проверили, покатались, говорят, что все хорошо. И, опять же, если у вас что-то случится, то в силу того, что у тебя этот человек находится, ну, рядом, тебе всегда проще решить вопрос, чем если у тебя там с каким-то брендом случается, там, ну, что-то там, какой-то косяк, тебе длинную цепочку вот эту проходить, там, надо с дилером связаться, дилер там, с дистрибьютором, дистрибьютор там перешлет производителю, ну, то есть, и потом, пока они тебе перешлют эту запчасть какую-нибудь, куча времени пройдет, мне кажется. Проще вот именно... Сизо закончено. Да. Слушай, а Ивановские тебе понравились гидрофойлы? Да, вообще бомба. И винги понравились, и доски понравились, и гидрофойлы. То, что Миша Соловейкин все провозил, вот мы прям активно на его снаряги гоняли здесь, прям вообще супер. Я бы сказал, вот если по вингам из всего, что я пробовал, самый лучший это Ивановские. Они мне прям понравились. Я пробовал вот эти дуатоновские с мачтами, ой, не с мачтами, с гиками. Блин, я реально прикола не понял. То есть, вот этот гик, зачем он нужен? Там только лишнее устройство, об которое стукнуться можно при падении. Вот, преимуществ вообще никаких не почувствовал. Только недостатки реально. И когда вот на волну садился, ты F1-овское прям берешь за верх и все, оно тебя вообще ну там как бы грифует само по себе. Тебя не напрягает это. А дуатоновское у меня не получалось так брать. То есть, если ты его берешь вверх, оно начинает вот так раскачиваться. Его нужно снизу держать за этот гик. Ну, это прям вообще неестественная какая-то поза такая дурацкая получается. Я прям не кайфанул. Я потом еще дилера спросил, говорю, а ты как катаешься? У меня не получается сверху взять. Он говорит, а я снизу держу. Ну, я такой, ого, ничего себе, зачем они так делают? Странно. Не, ну, у них, видишь, у нарсов не получилось жесткость создать. Они решили все-таки сделать гик, чтобы он был пожестче и держал форму крыла. Ну, каждый по-своему делает. Понятно. Ну, а айфану удалось, понимаешь? Ну, да. Ну, и прям они классные взяли. Прямо мне нравится. Там что-то 4.2, по-моему, Миша тогда привозил. 6.0 Миша привозил и 4.2. Два крыла у него было. И вот мы почти всегда катались на 6.0, потому что, ну, когда дуло нормально, Миша, может быть, и катался на Винге, а я шел заниматься какими-то более интересными делами. вот, и вот я бы для себя бы, наверное, брал Винг большой, то есть, типа, 6-7 квадратов, чтобы именно заниматься ерундой вот в те часы, в те дни, когда ты не можешь заниматься серфом или на кайт еще недостаточно сильно дует. А на Винге ты в руках поваляешь. А если это 6-ое крыло нормально, не цеплялось по воде с гидромовым? Нет, вообще, нет, прям кайф. Я бы даже больше попробовал, у нас просто большего крыла не было, я бы реально попробовал бы там и 7, и 8, и 9, там, никаких вопросов вообще. Круто, потому что мне казалось даже четверочка, но видишь, у нас мы зимой пробовали эти Винге. Конечно, ты же не слепаешь. Да, 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 не, это прям реально важно, то есть ты только взлетел, и все, у тебя как бы это крыло, даже если оно у тебя свисает ниже уровня доски, ты все равно над водой летишь. Вот, а зимой, да, я согласен, там совсем другая история, потому что ты на жестком стоишь. А ты не был нет, 4, там, 3, 3,7 я тогда слиншот привозил. Да ладно, и цеплялся, цеплялся с 3,7, даже. Слушай, ну, то, что давали на тесты, пробовали, но, опять же, нужен это ветер, ветер уже под 8 метров на такую площадь. Да, должен тягарить, уже нормально. И вот так же, я тебе говорю, так же, как и Джексон, наверное, не понял, потому что, блин, это ветер, в такой ветер берешь кайт и катаешься. Ну да, да, такие есть. грубо говоря, тот же Вингфойл, который стоит, ну, вот, по цену кайта, там, 60 тысяч, да, там, еще кидропойл класс половины, ну, это вообще, вообще ты прав, наверное, нужно привозить. Поэтому, надо почувствовать. знаешь, вот, если есть, ну, вот, какая-то компания друзей, там, не знаю, ну, человек 5, там, вот, просто скинуться на толпу и именно взять на слабый ветер, вот, как мы говорили с Василием Ивановичем, о том, что вот эта резинка, это прикольно, когда вот на толпу, ну, вот, нехрен делать, пошли, позанимались. И вот этот винг, мне кажется, на толпу, это прям вот то, что нужно, когда вы там не можете в нормальный ветер кататься, а приехали на спорт, ну, и как бы, и что делать? Ну, обычно в этот момент все там на сапах, да, ковыряются, либо бухают, да? Ну, что еще делать? Я не знаю, на пляже. Вот, а так здесь у тебя хоть какая-то альтернатива есть, ты взял эту, ну, эту надувную хрень там. Здесь же также и на сапе можно погонять, ну, не погонять, точнее, поползать, но, тем не менее, всякое разнообразие. Не, согласен, там видишь, какая штука, Дим, сейчас Айрес сделали также винтфойл, украинские ребята, причем, я так понимаю, он неплохо едет, и Тенник хорошая альтернатива, просто, по большому счету, вот в прошлом году мы не получилось, то, что Сережа сказал, есть же вот сапы с надувным крылом, с парусом, какие-то корейские, ты ставишь гик и катаешься, короче, надувной винтфор получается. А, окей. Вот. И все хотели этот как раз парус снять и попробовать также на сапе, там, кто-то такое, но что-то не удалось. Слушай, я катался, катался на сапе с вингом, вот как раз этим F1-овским, ну, такое, знаешь, ну, то есть, как бы, ну, то есть, детей я катал, это прикольно, а вот так, чтобы самому этим заниматься, ну, фиг знает, это прям реально какая-то крутая часть. парни, Соловейкин Миша стрим делал и как бы умную мысль выдвинул, я с ним согласен, что винги нужны только для того, чтобы залезть на волну, а дальше ты его одной рукой держишь, он тебе не мешает, не упадет, ты о нем не думаешь и просто с волны своим ходом едешь. Вот вообще стопроцентно. Винги винга. Да, да, сто процентов. Либо в даунвинд идешь с ним же. Вот по микроволновке. Ну, он же сейчас в Питере. Какие там волны? И он на причем вилл. Ну, почепил в даунвиндже, Миша, ездит, ну, это прям, мне кажется, клайф. Ну, не знаю, я надеюсь на то, что. Короче, парни, я вам так скажу, тут надо пробовать. Ну, реально такая вещь, которая вот пока не попробуешь, не поймешь сам. Она может и не зайти, а может и прям зайти. Мне зашло. Мне прям зашло так, что вот я, ну, как бы уже давно катаюсь, и так, ну, ты едешь на аспот, и ты такой едешь, ну, как бы спокойно, но едешь и едешь кататься. А здесь, когда увлекся в Индер, ты прям каждый день ехал с таким чувством вау, сейчас я буду кататься, только бы ветер там дул. У меня такого не было уже, не знаю, лет 10, ну, чтобы я прям вот настолько туда хотел попасть. И когда ты приезжаешь, у тебя просто какая-то вот минимальная вещь получается, не знаю, там, ты какой-то первый поворот сделал, корявый, тревой, там, ну, как-то увез. И ты такой просто вообще вот, ну, так себя ощущаешь, как будто, я не знаю, ты на Эверест забрался. Ну, только ради этих чувств стоит пробовать. Слушай, ну, как, мужчинам нужны новые игрушки, поэтому, конечно, надо пробовать. Слушай, то же самое было же с гидрофойлами, то есть, когда они появились, ну, сейчас, есть же люди, которые на гидрофойлах не катаются, говорят, да нахрен они нужны, ну, ну, типа, есть же кайт, да, там, винтик, попрыгай, там, то-се. все. Но, тем не менее, и когда ты этим увлекаешься, ты же тоже испытываешь те же, ну, приятные ощущения. Вот здесь с винтом один в один. Ну, в общем, да, если твинтик там или дверь еще не надоела, то за гидрофойл можно и не браться особо, а если уже надоело, то можно попробовать что-нибудь новенькое. А если надоест кайт фойл, тогда берем. Не, ну, у меня, знаешь, большинство народов говорит, я не пересяду на гидрофойл, потому что это, блин, пенсионерский снаряд. Я говорю, ну, как же такое? Ну, вы попробуйте сначала. Слушай, ну, около сорока. Да нет, ты что? Тебе сорокок лет, ты уже все. Ты уже сенсионерский снаряд. У тебя есть этот аккаунт на ТикТоке? Конечно. А, есть? Ну, ладно, тогда еще покатайся. Слушай, Див, слушай, а расскажи, что тебе из 20-го года на Коври не понравились? Какие кайты? А я же еще не пробовал ничего. Они у того все лежат в коробках. Только пришли, да? Да. Они вот как раз пришли в этот, в карантин. Ну, мы даже еще открыть не успели. Ну, а что, ну, я так по картинкам смотрю, да, ну, что, мне дрифтер нравится, я даже другой пробовать не буду. Ну, я катаюсь только по волнам, исключительно. Ну, то есть, вот, прыжки, там, гонки, меня это вообще не интересует. Я вот прихожу на пляж, нахачу кайты, сразу еду на волн. А у Каприна этот дрифтер. Ну, соответственно, мне другие пробуются. Слушай, а эти самые шефы, и вот мне интересен новый мотор на слабый ветер. Ну, фиг знает. Андрюх, не могу сказать. Вот, мой самый большой кайт это 9 квадратов. Как я тебе могу рассказывать на слабый ветер? Ну, все, все, до свидания. Понятно, всегда удивление. Я когда вот приезжаю на Плещево озеро, я вижу, как люди накачивают 17-е. И я прям, знаешь, вот, ну, я их живую вижу только вот там. Мы себе на склад заказываем максимальный размер, это 12-ка. Вот, ну, больше. И то 12-ки у нас покупают с большим весом. Потому что у нас здесь, ну, если дует, то дует нормально. То есть у нас не бывает слабого. У нас, либо ветра нет вообще, и тогда все серпят, либо туют так, что вот под мой вес 80-й нужна 9-я. А у нас 17-й нечастый размер. Да, да, я знаю. Я знаю. Я когда приезжал, ну, я всегда так же с удовольствием катался на 17-й. Не, мало того, что, знаешь, как были в Заполярье в этой весной. и 18-й кайт парафойл, считай, 21-й. Ну, дувастик. А вот сейчас. Ну, это вообще ветра нет, это 2 метра в секунду, да? Ну, от одного катались на лыжи. Ах, тринеть, вообще, это просто, ну... 21-й кайт для прыжков, все нормально. Я в телевизорке там летал. Ну, что, нет, для полетов самое то 21-й, нормально. Дима, у меня вопрос. Я все ждал, когда вы про кайт начнете разговаривать. Смотри, когда идешь на волну, поедине, тебе важны быстрые развороты. Значит, ты должен немножко укорачивать стропы. На каких стропах ты катаешься? Ну, вообще, на самых обычных. Ну, то есть, там важны быстрые повороты, но уж настолько быстрые, нафиг не надо. Это была когда-то мода, там, не знаю, лет 5, может быть, назад, когда все реально там зачем-то ставили 15-метровые стропы. Но я что-то как-то не увидел для себя каких-то особенных преимуществ. Вот какие они по обращению идут, по-моему, у Кабрины 22-метровые, у каких-то других брендов может быть, там, 20-ти или там, 24-ех. Ну, как-то... И так же я смотрю, вот, ну, постоянно же сюда приезжают профики, ну, и все катаются на стандартном оборудовании, то есть, ни у кого нету каких-то там специфических, слишком коротких строп или там, слишком длинных. Я вот недавно начал кататься на 15-метровых как раз стропах, и мне вот сильно больше нравится. Слушай, ну, ты, наверное, на ветровых волнах, да, гоняешь? Да я не на волнах, я, в принципе, с гидрофойлом на ее веду. А, и парафойл, про гидрофойл, да, там, есть свой прикол, согласен, но я думал, что ребята про волну, про вейфрайдинг спрашивают, про серф. Это, может, я не понял, да. Мне интересно и на серфе, и на гидрофойле, просто повороты более резкие, по идее, и для волны это же важно. Ну и что, а кайту при чем? Повороты ты делаешь же доской. Кайта, что там у тебя висит и висит, ну, ты на него внимания даже не обращаешь. Ты же не за счет поворот, не за счет кайта делаешь поворот, а ты за счет доски его делаешь. По крайней мере, у нас такие волны, у нас же не ветровая волна, у нас, когда ты на волну сел, у тебя ветер дует вдоль волны, и у тебя кайф, получается, вниз по ветру вот так отбрифовывает, знаешь, ну, такой, как бы задница такой пятится, и ты как бы к нему подъезжаешь, у тебя стропы провисают, и на этих провисших стропах он назад пятится, и ты вообще там шевелишь им минимально, только чтобы он с неба... Да, я могу, получается даже наоборот, длинный лучше, чтобы он тебя не стаскивал с поворота. То есть, раз ты не используешь вот этой вот четкости кайта, то тебе и не нужны короткие стропы получаются. Не-не, слушай, для меня и для всех, кто катается по волнам, реально кайт это чисто устройство, которое тебя подтаскивает к волне. И как ты туда... Ты можешь разгрестись руками, ты можешь веслом туда зафигариться, тебя могут затоуинить на лодке. Но как только ты попал на волне, тебе кайт нафиг не нужен. Тебе нужно его отключить и забыть про него. То есть, в идеале, ну, в конце концов, я думаю, придумают какое-то устройство или какую-то модель кайта, чтобы вот прям полная автономность была. То есть, грубо говоря, ты подъехал, какую-то там стропу затянул или на кнопочку нажал и кайт вот где-то там в небе. У этого, у Петерлина была какая-то, по-моему, такая штука, типа автозенит называлась у них там парафойлы. Да-да, у Такуна. Которые сами, ну, может быть, которые сами там в зените висят и управляются. Да-да-да-да. А, нет, ты прав, да, у Петерлина, которые делали этот, парафойлы, да? Да-да-да-да, у них такая была, а сейчас этот Бруно Леганю, который изобретатель французский кайт надувных, он где-то год назад где-то публиковал такое, знаешь, ну, неофициальное видео, а такое вот, ну, типа, с мобилы его сняли, что он тестировал этот автозенит, он придумал, как его сделать на надувном кайте. И я вот все надеялся, что, ну, он его доведет до ума, но что-то вот пока тишина, то есть, может быть, еще он в процессе разработки, но вот когда это сделают, вот это будет бомба, то есть, ты подъехал к волне, нахрен тебе этот кайт нужен, ну, по сути, черт, вот ты на доске и все, вот тебя волна толкает и понеслась, поворачивай там вверх-вниз, езди, ну, если ты умеешь, а кайт это уже, ну, это какое-то какое-то излишнее устройство, которое надо контролировать. Ну, да, такой кайтерский хай-тек, слушай, Дим, а ты сравнивал, вот ты говоришь, тебе дрифтер нравится, с другими кайтами других брендов? Со всеми, вообще. Вот, нету ни одного бренда, который бы сравнился с кабриной по дрейфу. Я, причем, эту кабрину выбрал по дрейфу до того, как я начал заниматься кабриной здесь, на Маврикии, ну, я же в Москве, у меня магазин есть, занимался всеми брендами, ну, и, соответственно, я их все тестировал. И вот, когда я поехал на Маврики, и здесь я так вот, ну, прям серьезно познакомился с вейфрайдингом, прям подсел на него, я перепробовал вообще все кайты, которые были на рынке, которые хоть как-то позиционировались в вейфрайдинге, в том числе и универсальные модели, ну, типа, которые говорили, что вот вы там настройки сделаете, и он у вас, типа, будет там волновым. И для себя я выбрал три бренда, которые прям, ну, супер дрейфили. Это был Норс Нео, Кабрино Дрифтер и Озон Рео. Вот. И вот, что начал дальше делать Норс, мне крайне не понравилось. То есть у них вот кайты там в тринадцатом году при филе намного лучше, чем то, что они делают сейчас. Я думаю, что, ну, все пошло в универсальность. То есть, ну, очень редко люди покупают кайты, чтобы они вот именно только вейфрайдинг был. И может быть, из-за того, что им нужна была тяга, ну, скажем, там, для прыжков, там, да, или там, спрейрайда, то, возможно, они как-то это начали менять. И адриктор не изменился, и этим он мне нравится. то есть, они как бы эту же тему и продолжают. У них есть там в линейке всякие там фристайловые модели, там, спрейрайдные, там, и так далее. Но волновой, вот, чисто волновой кайта у них остается. И самая главная фишка волнового кайта, это при провисших стропах, когда ты сел на волну, на офшорную волну, то есть, не так важно, как это работает на ветровой волне, вот именно на офшорной. Когда ты сел и начал съезжать по стенке волны вдоль направления ветра, вот, чтобы твой кайт задницы не садился в центр ветрового окна и, ну, оттуда рвал, как это делает любая фрирайдная модель, а чтобы он оставался также в краю ветрового окна без тяги и при этом не падал. Вот как бы, ну, это на самом деле единственная характеристика, которая важна во фрирайде. Вся эта там скорость поворотов, там, это вообще, ну, прям по барабану, потому что ты не на кайте едешь, ты едешь на заске. Дим, а дрифтер же остался тяжелым кайтом, с одним поперечным баллоном ты пробовал кайты дрифтовые? Ты знаешь, с одним, а скажи какой-нибудь новый. А вот сейчас нам Андрей подскажет, у слейкшота клевая модель. Андрюх, как он называется? Хвост. Хвост. Да, Хвост. Какой? Хвост. А подожди, Миша приезжал на ультри, ты должен был пробовать. Пробовал, да, ну, не, он классный, да, потому что он легкий, но это, мне кажется, больше прикол для этого, для гидрофойла. Ну, на ультри, даже у того же, айраша, у них есть волновая модель, она у них, по-моему, так и называется, айраш вей. Ну, то есть, для волны не нужен, да, вес? Не, как, не сильно он влияет, да? Ну, а то, у тебя, кайт, провис, ты вообще его не чувствуешь. Ну, реально, по барабану. Ты должен летать, держаться, как в зените, не тянуть. Потому что, для меня, вот, тоже новость открываешь. Офшорные, блин, ветровые волны. Я не катался, конечно. То, что я, дрифтер, попробовал, попробовал слинкшот из ССТ, который тоже... Ну, ты, скорее всего, попробовал это на ветровой волне, то есть, когда у тебя направление волны с направлением ветра совпадает. Ну, вот, наверное, скорее всего. Ну, да, да, а здесь, это вообще совсем другая история. То есть, вот этот вот, ну, когда речь идет о волновых кайтах, они же все говорят, вот, дрейф, 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 там, slack lines, они имеют в виду вот именно вот эти идеальные условия, когда у тебя океаническая волна приходит с одной стороны, ветер дует в другую сторону, и ты катаешься на таком споте, где, когда ты садишься на волну, у тебя происходит провисание строп, и у тебя направление твоего движения совпадает четко с даунвиндом. То есть, ты едешь по волне, как бы, ну, в том же направлении, как сливаешься, и вот тогда тебе очень важно. едешь на волне по ветру, получается? Вниз по ветру, да, прям строго вниз по ветру, соответственно, если твой купол не будет трефтить, то тебе нужно будет придумывать всякие там штучки, типа, даунлупать, крутить, кайт-лупы, чтобы у тебя строго не провисли, и кайт не спал. Ну, потому что обычный природный кайт, любой там возьмем, Габрино Свич Блейд, не знаю, Норс, Ребл, ну, какие там еще популярные модели. Вот, ты начинаешь с купол въезжать, у тебя провисают стропы, и кайт в этот момент начинает с задницы падать в центр ветрового окна. Или через передний баллон. Что еще хуже? Тогда он упадет вообще, ну, тогда он просто у тебя свалится. Ну, как правило, он шопой начинает заваливаться в центр, и оттуда происходит рывок, и, соответственно, ну, какой там, ты забыл про вейфрайдинг, все, ты занимаешься тем, что спасаешь свой купол. Вот, ну, соответственно, волновые. Все такое дрифт, мы понимаем, просто мы хотим сэкономить. Нам сказали, что вот раньше был типа дрифтер тяжелый, а сейчас вот то же самое, только с одним баллоном. Хочешь в лайтвинд на гидрофойле иди с ним, а хочешь на волну становись. Я хочу понять, это правда или маркетинг? А вот еще такие, ребят, такие кайты еще есть. Neige Boxer и iRush и F1Breeze с одной морковкой. Они как-то все для слабого ветра все-таки актуальны. Это F1Breeze точно лайтвиндовый. Ну, мне кажется, вообще все, когда мы говорим про маленькие, ну, про одна баллон, для чего делают вообще один баллон? Чтобы снизить вес. Соответственно, для чего это нужно? Чтобы иметь возможность кататься в слабый ветер. То есть, это актуально для гидрофойла, да, когда ты берешь гидрофойл, чтобы кататься в слабый ветер. И ты берешь бриз вот этот так же, ну, судя из названия, тоже для тех же целей. Потому что, узкоспециализированное оборудование у всех этих брендов, что мы перечислили, Норс, Ф1, Табрина, у них у всех есть волновые модели. И, насколько я знаю, все кайты волновые, они, ну, не одна баллон. как правило, они все трехбаллонные, и сколько он весит, ну, блин, вот реально, я никогда даже об этом не думал. То есть, вот, впервые, там, за 7 лет я задумался, а сколько же весит этот бриз, он тяжелый, блин, еще это такое, не знаю. Не могу сказать. Валера Макаров пишет, что надо сначала научиться классическому серфингу, а потом уже на Маврики ехать. Вот, это ключевое. Нет, смотри, ты должен приехать на Маврики и здесь учиться серфингу. То есть, если мы говорим про вейфрайдинг, то по-любому это классический серфинг. То есть, я не знаю ни одного вейфрайдера, ну, кто участвует на соревнованиях на чемпионате мира, да, кто бы не серфил. Таких людей нет. То есть, они все серферы. Потому что, когда ты попадаешь на волну, тебе нужно ехать по этой волне. И там уже работают чисто серфовые законы. Там нету никакого кайта. Вейфрайдинг, с кайтом, делится, очень четко разделяется, вот, ну, типа, на два режима. Первый режим, это режим кайтинга. То есть, тебе нужно управлять кайтом для того, чтобы просто физически доехать до волны. И второй режим, это режим серфинга. Тебе кайт нафиг не нужен, ты занимаешься серфингом. Поэтому, это очень правильная вещь. Если вы хотите заниматься вейфрайдингом, то занимайтесь серфингом. Там, кто-то может сказать, блин, мне там грести впадлу, руки устают. Но не вопрос, есть сап, веслом реально проще. Есть там, я не знаю, тауин, когда тебя на волну затаскивают с помощью катера. Но, ключевой момент, это, чтобы ты понимал, чтобы твое тело научилось распознавать вот этот режим серфинга, когда ты начинаешь скользить исключительно за счет волны, и у тебя нет никакой поддержки. Ни от кайта, ни от катера. Ты просто едешь, вот, доска, волна и твое тело. И вот, когда ты это ощутишь, ты автоматически перенесешь свой опыт катания с кайтом. Потому что, у меня есть друзья, которые принципиально не хотят заниматься серфингом, и они катаются вейфрайдинг с кайтом, будучи не занимаясь серфингом. И их катание радикально отличается от того, как это должно выглядеть. Потому что ты видишь, что человек не понимает вообще, сколько ты ему не толкуй, что такое серфить. Он всегда все равно едет на тяге. Всегда вот он занимается кайтингом, грубо говоря, на фоне рушащих волн. Дима, подскажи, на Маврикии как направление ветра и направление волны, то есть, как они относятся друг к другу? Ну вот, под 90 градусам четко. То есть, у нас ветер всегда дует с юга-востока, а волна всегда с юга-запада. То есть, вот волна идет, и вот так дует ветер под углом 90 градусов. То есть, ты садишься на волну, которая тебя толкает, и прям четко вниз по ветру едешь. Если дует как-то по-другому, то вот мы вообще даже не смотрим в сторону вейфрайдинга. Ну, то есть, с точки зрения там обычных людей, вот это нормально, да, когда катается по ветровым волнам, или когда там какой-нибудь там сайдшор дует. дует, но у нас это всегда четко, это сайд офшор, ну, то есть, или жесткий сайдшор, или сайд офшор, то есть, вот чуть-чуть там полную дует. Потому что, когда дует оншор, классический, классическая, ну, как не классическая, а вот наиболее частая история, как дует везде во всем мире, да, то есть, волны образуются из-за того ветра, который дует в своем регионе. У нас просто это по-другому. У нас волны образуются от того ветра, который дует в ревущих сороковых, неистовых пятидесятых. Это область в нескольких тысячах километрах от нас. Там постоянно дуют очень сильные ветра, и оттуда постоянно приходят волны одного направления. А ветер у нас дует совсем не связанный с той областью. Он дует из-за вот этих посад, это называется, из-за того, что земля крутится сила Криолиса, там есть область теплого воздуха на экваторе, область холодного воздуха в Арктике, в Антарктиде, и, соответственно, под углом из-за силы Криолиса дует постоянно юго-восток, а волна всегда приходит с юго-запада. И если же у нас совпадает направление волны с направлением ветра, например, если вдруг задул юго-восток и волна приходит с юго-востока, то такие волны мы считаем некачественные, потому что когда ветер дует в спину волны, она быстро рушится, она не успевает сформироваться, вот прям правильной такой стать с крутой здесь горочкой, вот по которой ты долго ешь, она здесь не обрушивается, то есть у тебя больше времени, чтобы сделать маневр, и поэтому вот чтобы вот так она работала, важно, чтобы ветер дул либо вдоль волны, либо чуть-чуть в нее, то есть вот в идеале вообще оффшор, но если дует оффшор, то с кайтом тоже не очень удобно кататься, потому что тебя будет в волну как бы втаскивать. Для кайта суперидеальные условия, это сайт шор или сайт оффшор, ну то есть когда вот этот угол, вот этот вот фронт волны и сайт шор, это когда четко вдоль дует, а сайт оффшор это под небольшим углом, вот у нас именно такие условия, у нас там отклонение в этой ветер волна, просто там не знаю, какие-то там считанные градусы, а в остальных условиях мы как бы предпочитаем заниматься чем-то другим, если задует обычный оншорт, точнее, если волна совпадает с направлением ветра. Если большие волны вставляешь пацаны на доске, ну в смысле петли для контроля, нет? Нет, для меня наоборот, я себя более уверенно чувствую, когда у меня нет петлей, потому что я могу перемещаться по доске и соответственно когда ты оказываешься на крутой стенке волны, тебе нужно быстро переместиться на хвост, чтобы доска у тебя носом не закопалась, да, ну то есть когда вот она начинает вертикально падать, тебе нужно ее подзадавить на хвост и соответственно на больших волнах это очень ну как бы важный момент быстро перемещаться. Петли ставят, знаешь, когда, не когда большие волны, а когда у тебя очень сильный и ты не можешь зайти на волну из-за того, что из-за чего доску перестаешь контролировать. Но опять же это не наша история, потому что у нас чем больше волна, тем она более гладкая, потому что мощная волна это соответственно драундсвелл, то есть долгопериодная зыбь, которая пришла черт знает откуда и на нее вообще никакой ветер не имеет никакого влияния, то есть может быть там на пятерку, на семерку, а когда волна начинает вставать на рифе, то ты едешь просто по зеркалу, по идеальному, по идеальной глади и соответственно ну никакие петли там нафиг не нужны. Но мы ставим петли для тауина на больших волнах, потому что когда ты на тауин заходишь, то ты заходишь по чопу и плюс лодка создает вот этот струю, да, вот ты по нее иногда попадаешь и чтобы там просто эту волну не потерять, нам петли необходимы. Понял, Валерий Макаров пишет, расскажи про споты немножко. Ну, смотрите, вот Маврики по размеру 60 на 80 километров, он чем-то напоминает Москву в пределах МКАД. Вот в силу того, что я сказал выше о том, что ветер у нас дует всегда с юга-востока, а волны приходят всегда с юга-запада, то вот юго-западный мыс это та точка, где вот эти две силы приходят в идеальную точку. То есть юго-западный мыс, он встречает волну с юго-запада. Вот она сформировалась хрен за где там за несколько тысяч километров. Вот она шла-шла-шла и вот чем дольше она идет и не касается никакой никаких материков, никаких основов, тем она лучше выравнивается и формируется вот в такие вправильные долгопериодные гребни. И юго-западный мыс это первая точка, где Земля соприкасается с волной. То есть в этой точке волна самая мощная, самая правильная, она никак еще видо не измененная. и ветер получается проходит здесь по касательной. И поэтому он в этом месте усиливается, потому что мыс выступает немножко. Поэтому чаще всего у нас если солнечный день, то ветер в два раза сильнее прогнозируемо. Именно поэтому у нас нету больших кайтов. Потому что вот минимальный ветер в прогнозе стоит, ты точно знаешь, что там к 11-12 часам он усилится из-за того, что у нас солнце нагревает гору, подымается теплый воздух вверх, и основное направление ветра всегда усиливается. Поэтому, чему это все рассказывают, если вы едете на Маврикии, не рассматривайте никакие другие части острова, кроме юго-запада. Потому что да, не вопрос, но это круглый остров. На любом пляже можно кататься. Я весь его объездил. На каждом пляже можно кататься реально. То есть, вы можете и на востоке кататься, и на севере, и на юге. Но, если вы едете сюда за волнами, то юго-западный мыс, это вот та точка, на которой сосредоточены все основные волновые споты. Такие, как там Ванай, Манава, Малый Риф, Платару, Шамо. Все остальные споты, ну, как бы, они ни в какое сравнение не идут. Ну, то есть, все остальные споты, они, вы можете такие споты найти в других частях света, но, как бы, лететь хрен знает куда, чтобы покататься на обычных волнах, нет смысла. Все сюда летят именно ради одного пляжа. Это вот этот пляж на юго-западе, называется Лимор. Вот поэтому имеет смысл ехать именно сюда. На остальных спотах мы катаемся исключительно, когда какое-то происходит какое-то отклонение в основном прогнозе. То есть, например, где-то сформировался циклон, ветер задул с севера, и тогда вот в Лимор все ломается, и тогда надо куда-то ехать. Но такое случается крайне редко. это бывает в период с декабря по апрель, когда вот у нас здесь бывают циклонические всякие истории. А вот сейчас вот он, ветер включился, вот он фигарит уже, я не знаю, неделю, и еще до сентября будет дуть каждый день. И будет все время дуть с юго-востока, а волна будет всегда приходить с юго-запада. Поэтому тут даже никто особо прогнозы не смотрит, ну, что их смотреть. Ты просто приедешь и точно покатаешься либо на серфе, либо на кайте. Живы, ребят, еще? Да, у меня вопрос про серфинг на гидрофойле. Вот если сравнить твои стойки, вот стойка просто ты едешь на кайте по ровной воде, и ты серфишь по прямой, то есть ты уже на волне стоишь, твоя стойка чуть-чуть сдвинута вперед, или ты так же стоишь, как и на кайте? Так, подожди, мы говорим про кайт фойл, да? Мы говорим про кайт фойл и про про фойл на волне без кайта, если сравнить твои стойки на одной доске. Кайт фойл и фойл серф, да? Ну да, то есть тебя волна как бы подталкивает, мне интересно, из-за этого у тебя происходит сдвиг ног вперед или нет? У меня просто нет такого опыта, мне правда интересно. Ты знаешь, что там не происходит, потому что я не захожу на стенку волны, то есть ты когда едешь на кайт фойле и на фойл серфе, ну это круто, когда ты умеешь прям вот обрабатывать стеночку, я еще до такого уровня не дошел, то есть я еду как бы на нижней третьей волны, там, где у тебя еще вот этот подъем, да, вот эта передняя кромка волны, она еще достаточно пологая, то есть я чувствую, как меня просто что-то толкает вперед, но если я начинаю чувствовать, что я начинаю как бы сыпаться вниз, то у меня проблема, потому что на серфборде это легко отработать, ты просто отходишь на хвост, да, и как бы доску выравниваешь, а на кайт фойле на фойл серфе или на кайт фойле это очень тяжело контрольнуть, почему? Потому что если ты начинаешь сыпаться вниз, ты отходишь назад, да, чтобы выровнять это, а как только ты начинаешь отходить назад, ты инициируешь взлет крыла, понимаешь, да, и оно тут же у тебя вылетает, цепляет воздух и ты проваливаешься, поэтому тебе здесь настолько, ну, как бы тонко нужно отыграть, то есть это нужно прям очень хорошо чувствовать крыло, я до этого еще не дошел, и если, в принципе, ты обратишь внимание на то, как катаются люди по телевизору, почти всегда дело происходит на едва ли обрушивающейся волне, а то и вовсе на зыбе, которая не рушится, вот просто такая она полога идет, и они на ней вот гоняют, и никогда нету такого агрессивного вот вверх-вниз, поэтому по сути твоя стойка практически не меняется, может быть, только моя стойка изменяется в том плане, что я заднюю ногу отношу назад, то есть передняя как и контролировала, ну то есть в основном же ты крыло контролируешь передней передней ногой, то есть ты чувствуешь, что оно начинает взлетать, ты его поддавливаешь, да, если ты чувствуешь, что оно пошло слишком вниз, ты давишь на заднюю ногу, поэтому передняя нога, она вот находится ну чуть-чуть дальше передней кромки крыла гидрофойла, а заднюю ногу, когда я еду просто по прямой вне волны, я, как правило, пододвигаю ближе к центру доски, точно так же, как и на серфе обычном, то есть на кайт-серфинге, но когда я подхожу к волне, я даже это не контролирую, видимо, уже просто у меня это в автомат пошло, у меня сама нога сдвигается ближе к краю, ну, видимо, возможно, это вредная привычка, которая мне мешает в кайт-фойле, в вейв-райдинге в кайт-фойле, но она у меня именно пришла из кайт-серфинга и вейв-райдинга на серфовой доске с кайтом. Фу, блин, столько слов, в этих концертах кайт-фойл все. У идеи нога идет назад, чтобы делать резкие повороты, с этим связано? Нет, нет, это связано с тем, чтобы, когда ты начинаешь съезжать вниз со стенки, тебе не скопаться носом. задавливаешь заднюю ногу, я понял, на обычной доске. Да. Ну, естественно, для поворотов, то есть, чем дальше ты краю ставишь ногу, тем резче ты поворачиваешь. Вот, я же всех этих профиков здесь, фолуками, ездил у них за спиной, снимал, смотрел, как катается. Все катаются абсолютно одинаково, то есть, у тебя передняя нога шевелится минимально и в основном по доске шевелится задняя нога, то есть, вот, когда человек едет по прямой, он сразу, оп, ногу сдвинул вперед, ну, даже по прямой части волны, ну, грубо говоря, съехал на подошву, вот он, ну, тут же чик-чик переступил, а потом, когда решил, ага, сейчас начинаю поворачивать, оп, вернулся назад, и в этот момент начинает задавливать. То есть, ты ногами работаешь постоянно, и именно поэтому в петлях ты не имеешь преимущества, ну, то есть, петли тебя ограничивают, петли, поэтому, ну, не сильно в них интересно кататься, то есть, ты всегда в одной стойке, грубо говоря, находишься. Да, 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 вот как раз я это хотел сказать, что, по идее, ты 98% времени просто в стойке гуфи стоишь, не переступая в другую стойку, правильно? Вот за счет именно вайфрайдинга. Не очень понял тебя, почему? Я в стойке гуфи стою, потому что я гуфи. Нога впереди, то есть, тебе не нужно, то есть, ты вот на волну встал, и все время стоишь, правая нога у тебя все время впереди, и все, тебе не нужно менять стойку, по идее. Ну, потому что я гуфи, и на левой волне мне удобнее ехать правой ногой вперед, но если я езду... в ближайшее время, у тебя правая нога впереди, ты никогда левую вперед не ставишь на волне, потому что тебе так удобнее. Правильно? Ну, потому что я и рожден гуфи. Если я поеду в Марокко, то я буду на правой волне ездить точно так же в стойке гуфи, и, соответственно, мне нужно будет переступать перед тем, как я начну серфить. Точно так же, как регулярно переступают на Маврикии на левых волнах. То есть, Киахи Диабойтес, он регулятор, и он переступает, вот он заходит в стойке гуфи на волну, и вот она начинает рушиться, в этот момент он переступает, и в бэксайде, ну, соответственно, удобно ему ногой вперед начинает серфить. Я не переступаю, потому что я гуфи, и зачем мне переступать на левой ноге, я в своей стойке еду. А если я еду на правой волне, то, естественно, я переступаю. У нас, к сожалению, правые волны работают крайне редко, это вот как раз та история про циклоны, когда вот они с декабря по апрель, ну, вот, в этом году я ни на один прогноз не попал, чтобы, ну, качали волны вот с того направления, с севера, когда вот они с севера приходят, тогда у нас начинают работать правые волны на Маврикии. Вот тогда бы я переступал. Перед началом серфинга? Да. То есть ты подъезжаешь к волне в чужой стойке, а потом перешел в гуфи и уже с волны, как всегда, в своей. Да. Да, потому что, ну, вот, я могу, конечно, проехать из стойки регуляра, но это будет то же самое, как вот ты научился писать правой рукой, ну, чисто теоретически, ты же можешь взять ручку в левую руку и тоже, ну, как-то, но написать. И вот это будет по ощущениям то же самое. То есть, когда ты стоишь на своей стойке, то все как-то не так. Ты не думаешь, это для развития головного мозга там полезно вот менять стойку, заставлять себя ездить неудобно? Не, ну, вот ради этого только. Ну, то есть, я могу, я могу это делать с учениками, когда я, например, занимаюсь, и если у меня ученик регуляр, то я ему показываю, как это переступать. То есть, ему же нужно показать сначала, тогда я как бы принимаю его позицию и показываю, как это делать. Но если я катаюсь для своего удовольствия и, ну, и как бы и не думаю, не контролирую этот процесс, то, естественно, я буду кататься в удобной нестойке. Слушай, Дим, про учеников зашел вопрос. Вы сейчас начинаете учить на гидрофоре на какой матче? На 60. То есть, маленьких нету, да? Или не нужны? 60 это маленький. Ты имеешься ракет. Ну, ты знаешь, в принципе, ну, блин, я не знаю, очень тяжело на 40-е учиться, потому что амплитуда вот этих, как это называется? Ну, понятно, понятно. То есть, тяжело контролировать, у тебя крыло будет постоянно вылетать, понимаешь? Ну, то есть, вот эта вот лягушечка будет происходить. 90, если ему длинную дать, то, ну, может быть, у нас просто условий для этого нет, у нас мелковаться в лагуне бывает. Ты на 90 можешь кататься только там 2-3 часа в течение дня, когда максимальный прилив, а все остальное время ты можешь цепануть дно. Поэтому у нас 60-е матч это самое актуальное. Не только для начинающих, но и, в принципе, для катающихся. То есть, на 90 у нас катаются только, ну, если кто-то гонками увлекается, ну, по волнам все катаются на тормозе. 60, 65, 70, на 75 можешь максимум. И за сколько сейчас примерно средний ученик встает? На фойле? Да. Ну, если с кайтом, то буквально одно занятие. Час. Час. Ну, прям реально. Вот методика отработана. Я вот недавно выкладывал, прям сам заморочился, перевел видео немецких ребят. Вот мы прям четко по этой методике учим. Причем мы учили, ну, как бы интуитивно сами пришли к этой методике обучения гидрофойлу. А потом я увидел, что чуваки про это сняли видео просто, знаешь, один в один все шаги описали, как они это делают. Я прям заморочился, перевел это видео там на 15 минут и всем его рекомендуют. То есть, если вы хотите самостоятельно освоить гидрофойл, прям четко следуйте вот плану в этом видео и у вас все получится. ну, слушай, а скинь потом видео, ладно? Да, хорошо. Ссылка посмотреть, что-нибудь новенькое, правда? Катер в колледж. Да, да, да. Катер в колледж, то ли немцы, ну, там по-английски говорят, там, в принципе, кто по-английски понимает, то там вообще все максимально понятно, но вот, если интересно, могу и по-русски скинуть. Я его просто в открытую не публиковал, потому что, ну, как бы, вдруг они мне предъявят, что это, как бы, нарушение права. Ну да, понятно. Да, поэтому я его перевел чисто, как бы, для себя и вот, ну, для узкого круга друзей. То есть, оно распространяется так. Потому что, видишь, я ребятам в свое время, ну, как, вот в прошлом году, летом, советовал, то есть, мы отренировывали сначала минут 15 на балансборде стойка, потому что сначала стойка. Конечно. Бомба. Все, и, грубо говоря, ну, сороковый матч давал всегда только ради безопасности, ну, а живол нету, то есть, на мелководье, привыкает к этому, как раз, да, вот сложность с выскакиванием крыла, но, грубо говоря, там, через три часа он уже разворачивается. А, да ладно, но это уже прям уровень-уровень. То есть, взлетевший, на взлетевшем крыле. Ну, все, это прям... Ну, нет, не на взлетевшем, то есть, он, как бы, задница уже не садится на воду. Развожачивание переступает. Я вот могу сказать, вот, ну, вкратце рассказать, какая у нас методика обучения. То есть, мы сначала человека заставляем научиться ездить в водоизмещающем режиме. То есть, мы ему говорим, представь, что ты на сервборде, и твоя задача просто ехать и, ну, хоть как-то, да, там, вырезаясь, сливаясь, но не позволять крылу взлетать. То есть, если ты чувствуешь, что у тебя начинает крыло взлетать, тебе нужно снизить скорость. И, то есть, научись ездить на минимально возможной скорости. Все, вот человек научился, туда ездит, вперед, назад. Доску разворачиваешь руками. То есть, проехал один галст, повернул, дальше. Все, этому научился. Следующий шаг. Теперь попробуй инициировать взлет доски. То есть, ты едешь и кратковременно надави на пяточку, на заднюю ногу, да, чтобы он взлетел, и там его пытайся поднять. И человек начинает вот это вот уже как бы контролируемое дельфинирование, да, вот это называется, когда уже. Ну, главное, чтобы вот он сам инициировал этот взлет, и все, и в конце концов он, ну, ловит там, и дальше уже все пошло по накатке. Ну, реально быстро учатся люди, то есть, одно занятие, я имею в виду, это там час, там два, вот, все еще зависит от силы ветра. то есть, поначалу ветер как бы нужен. Это в процессе ты, ну, понимаешь, что ветер не нужен, да, но вот первые шаги лучше все-таки делать с достаточным ветром. Ну, где-то с 5 до 7 метров. Да, а вот это и самое сложное, потому что, когда дует нормальный ветер, как бы никто из кайтеров не задумывается о гидрофоле. То есть, всем приходит мысль в гидрофоле, когда какая-то дует, там, не знаю, четырьмя, и они видят, как умеющие катаются, ну, ладно, давай попробуем. Они пробуют, у них нифига не получается, да, потому что, а потом, когда дует нормальный ветер, ты ему говоришь, ну, все, пойдем пробовать отличную кайтеров. Да нет, нафиг нет, дай кайтеров. Я на своем квитиве пока покатаюсь, да? Да, да, да. Да, логично. Слушай, ну, про контроль скорости, да, то есть, интересно, потому что, чаще всего, как раз, они увеличивают скорость на гидрофоле и выскакивают с крылом. Да, а, знаешь, что еще хотел добавить по поводу, да, таскаем за катером, да, конечно, таскаем, это вообще самая бомба вейффойл, сейчас чуть-чуть попозже про него расскажу. Я хотел тебе сказать по поводу этого, балансборда ты сказал. Короче, в Москве есть чуваки, называется Wild Duck Boards. Они делают гидрофоле, балансборды на шаре. Это самая вообще супер похожая фигня на гидрофойл. То есть, на балансборде ты балансируешь вот в этой плоскости. У тебя доска вот здесь стабильно, а на гидрофойле у тебя самая проблема это стабильность как раз вот в этой плоскости, отчего люди и ловят этого, как он называется, складного ножичка, да, то, что ты вот в этой плоскости доску не контролируешь. Ну, то есть, ты как бы по привычке ее закантовал, как на твентипе, хоп, оно у тебя вылетело, ты сложился. И вот как раз вот этот балансборд на шаре, он заставляет тебя балансировать не только вот в этой плоскости, да, вот этот шар, ты вот так гордался на цилиндре, а на шаре тебе нужно ее и так еще контролировать. То есть, ну, по сути, ты можешь взять обычный гандбольный мячик или какой-нибудь такой небольшой шаг, подспустить его и положить под свой обычный балансборд. И вот эта фишка будет абсолютно похожа на гидрофойл. Вот так попробовать. Не, пробовали, конечно, именно подспускали мячики ему маленькие, тренируют, но просто для начала именно начинающего, знаешь, вот это поймать 360, когда крутится, очень сложно. И как бы, ну, это скучно. То есть, когда ты потренировался, поиграться можно именно в форме игры. То есть, стойка-то стоит на балансборде вот такая, то есть, ну, серфовая. Когда он вот этот зовет, что-то так он как раз. Да-да, и самое главное ему сказать, что ты должен встать четко сверху, потому что мы же привыкли на твинтипе вот так кататься, упираться. Вот ни в коем случае не упираться. Ты должен встать вот так и вырезаться ты начнешь за счет того, что ты повернешь до спа, а не закантуешь ее. И вот если у человека богатый твинтиповый опыт, ну, там, он 15 лет катается на твинтипе, вот это тоже прям может вызывать проблему, потому что, ну, это же уже глубоко сидит у тебя в навыках, да, ты как бы на подкорке. Есть, конечно. Как раз вот именно твинтиперы их сложнее переучить, особенно, знаешь, когда приходят за 50 типа, ну, ладно, я готов. Да, 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 да. Слушай, ну, это эти самые, то есть МДовская досочка направленная а-ля серф, да, и вот на ней пока прокатывают, чтобы, ну, безопасно, потому что все, конечно, кто приходит на гидрофол, говорят, блин, мне бы только не повредить, знаете, уже там на себя, на мелковой, даже с пасеки. Вот, вот, вот ключ, ключ к тому, чтобы не получать увечья, это научиться сначала контролировать скорость. То есть первое, что вы делаете, это учитесь кататься в минимальных ходах в водоизмещающем режиме. И только после того, как вы научились просто, ну, грубо говоря, бесконечно ехать на этой доске, чтобы она не летала, сами инициируйте этот взлет. Если же она у вас сама взлетает, и вы не контролируете, бросайте это дело. То есть надо тут же сбрасывать скорость, сказать, там, аккуратненько в зенит, там, на попу садимся. То есть ни в коем случае не давать фойлу разогнаться. Потому что как правило, ну, как бы, бравые ребята приходят, да, у меня там опыт катания, я там мегалупы прыгаю, я не знаю, я там скейтбордист, сноубордист, и вообще, ну, чемпион мира по всем видам спорта. И вот они как бы спешат, и чаще всего они получают какие-то травмы, да, то есть они падают и себе пробивают лоб, а другие люди на них смотрят, и у них тогда возникает в голове «да не, наверное, гидрофон не для меня, это слишком опасно». Ну, типа, а почему они это делают? Ну, потому что, как бы, неправильная методика. А если вот поэтапненько идти, то вообще-то это абсолютно безопасно. По поводу вопрос вот задали, по поводу затягиваем ли мы на лодке. Да, мы затягиваем на лодке, причем затягиваем на Манаву, и это просто бомба. Почему? Потому что, когда нету ветра и заняться нечем, в основном все идут серфить, а серфить все идут загребая руками, а до Манавы чаще всего не загребают, потому что это грести 25 минут, там, полтора километра только в одну сторону. Поэтому все в основном серфят на Малом Трифе, это там 500 метров от берега. Вот, и спокойненько садишься на лодку, приезжаешь на Манаву, и там просто только ты и Манава, да, где проезды бывают по минуте и более. Огромные длинные волны там по 400-500 метров длина проезда. И там очень безопасно впервые попробовать настоящий Тауин фойл серфинг, то есть когда ты встал и тебя затягивают. Ну, естественно, мы сначала учим просто на лодке по прямой, да, если человек научился, и все. Вот, если ты только научился уверенно держать поел, да, чтобы он у тебя уже так не скакал, а шел ровненько, все, мы сразу тебя заводим на Манаву, садим с самого-самого краешка, где волна там еще, ну, я не знаю, там по пояс максимум, и она даже не рушится, а вот просто ты вот чувствуешь вот этот вот, ну, как будто папиросина это катится, она даже не разрушивается, ну, ты, как только тебя туда подтащили на фоле, ты сразу почувствовал, вруб, тебя потащило, все, фол кидаешь и понеслась. Очень просто, и, ну, прям рекомендую всем, это, ну, изи, ну, там не нужно быть ни серфером, ни кайтером, вообще, только надо научиться вот контролировать фойл вот в этой плоскости, чтобы он у тебя вот так не гулял. Круто, блин, уже захотелось на Маврикии. Да я думаю, этой фигней можно заниматься вот с фойлом прям везде. Миша Соловекин буквально, не знаю, три дня назад публиковал видео, как он кайфует с вингом, ловя вот такие вот волнишечки на даунвинде. Ну, то есть, вот дует ветер какой-то, он же все равно нагоняет хоть какую-то микроволну, и вот эта волна уже тебя тащит. Потому что на Винге там же вообще крылья суперогромные, типа там по две тысячи квадратных сантиметров. Слушай, ну вот, наверное, потому что я-то пробовал на 1050-м, на Эмбреевском, на таких волнишках, он, конечно, побыстрее. И он с этих небольших как раз волн, про которые ты говоришь, он, ну, съезжает очень быстро. И улетает. Ну да, то есть, и вот, ты ощущение вот это ловишь, что вот ты пошел к тебе в Эмбреевск. И закончилось все, да? Конечно, да. Вот ты, вот ты теперь возвращаешься в это место, берешь крыло 2000, и прямо у тебя картинка оживет. Потому что у 2000, у него еще лобовое сопротивление такое, что оно никуда не улетает. Оно у тебя постоянно... Ну да, он медленно совсем, конечно. Да. В этой папиросе не остается, и как бы вот оно тебя постоянно толкает. Ну, сейчас ждем лето. Ждем Крыма. Не знаю, ребята должны были сегодня в Крымске рассказать, как у них обстановка. Что-то не доехали на или не смогли. Не, ну, если парень в Сочи катаются, я думаю, в Крыму тоже гоняют. Слушай, ну, в Крыму там есть свои особенности. И я вот в прошлом году у нас, кто, майор тогда за прошлым рассказывал про крымские именно серфовые места. Там они небольшие. Вот там нужно пробовать, но в прошлом году не доехал. Не видел их. То есть, надеемся на этот год. Когда, знаешь, поувереннее уже на гидрофойлах стоишь, все-таки там оборудование поменялось немножко другое стало. Ну, подожди, а летом Миха же как раз Соловейкин сидел в Крыму там. Ну, он в Керчи. В Керчи. То есть, он не ездил на эти споты? Слушай, ну, я с ним не пересекался и от него не слышал. Потому что они больше... Как раз я Диму Соловьеву просил, чтобы он про свои 7 метров рассказал, что у них там поменялось. Но я думаю, что еще будем выходить. Пока время есть, пока... И температура у нас. Но у них классно в Питере. Видишь, какой у них там разлив. Они на Финке и там, и там, и там. И он от себя на даче говорит, раз, вышел кататься. Ну, классно. А у нас на Москве даже катера запрещают. Ребята все бейкбордисты уже готовы выходить на лебедках и запрещают. Так что... Так, Валера пишет меганом. Это что такое? Я не знаю. Андрей, кстати, классную штуку говорит. Вот гимнастический мяч с песком под баланс... Балансборд. Тоже, да? Бомба. С него и не скатишься, но поспокойнее, конечно. На мячике, я помню, я один раз встал именно на балансборд, хорошо была кайма еще внизу сделана, и вот как раз маленький мячик. Вот кайма металлическая, да? Нет, деревянная была из фанерки сделана. Это ленту 10-ая мастерка. Вот я понял, что это жутко натренироваться. А вот у этих чуваков, они из металла делают. И причем я помню, что он стоил как обычный, ну, то есть его стоимость этого балансборда что-то типа 8 тысяч. Я так понимаю, как и обычный балансборд он стоит. Вот. И у них вот этот вот шар, он не гандболит, то есть это не надувной шар, а именно такой жесткий, знаешь, вот типа метбола какого-то вот в фитнесе применяется. вот. И он прям, ну, реально, я от него кайфанул, то, что, ну, мне, знаешь, вот балансборд, я могу вот встать на него и вот сколько скажешь, там, час, не вопрос, буду час кататься. А на этой штуке, ну, я не знаю, мне прям приходилось упираться, чтобы, ну, хотя бы секунд 15 устоять. То есть у тебя постоянно во всей плоскости нужно вот ловить баланс, да, контролировать его так и так, и так. И это мне так прям вот напомнило балансборд, ой, гидрофойл, что я подумал, что если вот научиться вот на этой штуке кататься, то ты просто сразу встанешь на гидрофойл. Будешь кататься на всем, да. Да, да. У них же, видишь, раньше еще у горнолыжников уже был такой как раз тренажер, но там полукруг. Они сейчас, по-моему, как фитнесы делают. Но... да, я понял, что ты говоришь. Так и этот же индоборд так делал, самые старые. Но это реально фитнес, то есть там не так сложно. Ну, вот он такой подсдутенький и на нем реально легко балансировать. А именно, когда вот шаг жесткий такой, там прям такой челлендж. Нет, да, да, конечно, там работают самые маленькие мышцы, которые тонкие, естественно, ты напрягаешься. Это... слушай, Дим, а вы в свое время еще со Хривен тогда помнишь эти TRX-ы все советовали? вот он мне висит. Я занимаюсь, да. Леха вообще фанат этого TRX-а, он прям каждый день у него там ну, типа, программа, знаешь, там сегодня он то прорабатывает, завтра то. Вот он, ну, для него это основной снаряд. я такой, ну, ленивый, он у меня, знаешь, висит, я такой, мимо пройдусь, там, ну, что-нибудь поделаю и там дальше пошел. А так, да, ну, как бы классная вещь. Потому что они, ну, вот вы тогда прорекламировали, знаешь, хотя бы там узнаваемость появилась, что такое. Они у нас появились в Москве в Декатлоне, там, лет уже 4 года, 5 лет. Так это вообще супер популярная история во всем мире. Я тебе тоже советую, говорю, ребят, вот берите с собой, что, две веревочки в путешествие. Да, да, вообще супер. То есть тебе не нужно, ну, ты, грубо говоря, тренажер можешь у себя на любом дереве создать. Не, а не видишь еще, чем хорошо, в квартиру прямо, если даже у тебя нету куда подвесить, дверной, ну, ну, дверь вставляет, закрывает. Да, 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 вот, я говорю, блин, надо, будем разговаривать, хотя бы сказать спасибо в свое время. Увидел. Ну, кстати, не обязательно даже фирменный этот покупать. Там есть же китайские, которые на Алиэкспрессе, там, типа, по 5 долларов, чтобы продаются. Ну, я про что говорю, что все просто, но насколько удобно и для себя, и вообще тренировка именно всего тела. Потому что часто спрашивают именно поддержка как раз, ну, как. до зимнего сезона. А, плавание еще, плавание. Вот, ребята, если хотите серфить, то первое дело это научитесь плавать, потому что серфинг и плавание кролем, это прямо одно и то же. Там минимальное отличие. если вы научитесь плавать кролем, то, по сути, вы умеете серфить, ну, точнее, разгребаться на волну. По поводу доски, ребята спросили, что за бренд называется Wild Duck Bords, то есть, дикая утка. У них есть аккаунт в Инстаграме. Вот. Дима, а скинь в чат, если не сложно, чтобы он народ увидел. Давай, я пока поищу. А как мне здесь в чат писать? А там, смотри, справа у тебя написано чат. пиев. О, нифига себе, тут народ пишет. Я же тебе говорю, ну, ничего. Как обычно, я говорю, блин комов. Ну, да. Так, сейчас я прямо найду этих парней и скину. Так, ребят, вопросы есть? Кроме Сережи. У меня есть вопрос. Не, Серег, я к тому, что ты активный, ты молодец. Все так аккуратненько в чат пишут. Дима, у меня вопрос. Слышно меня? Да, слышно, отлично. Да, по Сан-Брандону. Я помню, собирался ты в прошлом году ехать туда. Удалось ли съездить? Да, я выкладывал же видосики. В ноябре мы были очень клево. А то, может быть, я пропустил видосы эти? Блин, там целая серия была из восьми видосов. Так, сейчас, секундочку, как вернуться. Ага, да, значит, смотри, мы ездили в ноябре, как обычно, на 10 дней, у нас уже стандартная программа отработанная. Вот, занимались там кайтсерфингом, гидрофойлом, рыбалкой и снортингом. Это вот, а, и серфингом еще. Вот пять вещей, которые там, ну, первоклассные. Меня там привлекает тем, что это абсолютно дичь вообще, абсолютная. То есть, ты себя чувствуешь каким-то робинзоном груза, отключаешься от всего. Там даже, ну, там ни интернета нету, ни электричества, вообще необитаемые острова. Там архипелаги из сорока островов и только на двух из них живут люди. На одном живет 30 человек, а на втором пять. И вот мы были между этими двумя островами. Соответственно, вот мы заехали в гости к тем чувакам, которые там пятером живут, они целыми днями рыбу ловят, и все. А дальше у тебя бесконечная гряда островов необитаемых, и ты можешь между ними делать кайтсерфинг на гидрофойле или просто кататься. Вообще такой кайф. И, ну, там, едешь, у тебя из-под доски там акулы какие-то проплывают, там, черепахи, скаты, и все это вот такое живое, знаешь, ну, особо тебя не боится, и прям вот, ну, бери ее руками. Просто кайф. Прямо самое лучшее место для самоизоляции. вот, если бы был бы у меня шанс самоизолироваться, я бы вот эти два месяца там бы сейчас провел. Да, но там стоят, конечно. Пипец вообще. Это просто единственная правда. Но, с другой стороны, именно это и спасает это место, потому что, если бы это стоило дешевле, оно бы уже точно было обитаемым. А так это находится реально хрен знает где, там даже самолету не летает. То есть, ты вот реально находишься в этом месте, и вот мимо тебя никаких кораблей не проплывает, никакие самолеты не пролетают. Ты просто, знаешь, вот мы поехали, например, у нас сегодня по плану ловить лобстера. Ну, нам нужно наловить к обеду лобстера. Окей. Мы просто садимся в какую-то лодочку, едем, едем, едем. О, вот здесь мы кинем якорь. И ты такой, знаешь, кидаешь якорь, и ты понимаешь, что ты кинул якорь к пушке. И ты такой, а что это за пушка? А, это там в 1700 каком-то году голландский корабль здесь разбился военный. Вот, вот, ну, типа, а сейчас мы здесь паркуемся. И, знаешь, там с тех времен просто вот здесь валяются эти какие-то там ржавые останки этого корабля. Ну, то есть, вот, это какой-то какое-то невероятное место. Поразительно, что в третьем тысячелетии в мире еще есть как бы места, которые не тронуты человеком. Ну, либо тронуты настолько минимально, насколько это возможно. Ты просто там ныряешь в воду посмотреть на рыбу, а рыба подплывает и смотрит на тебя. Вот такой там сноркин, например. Вот просто она подплывает такая и типа не понимает вообще, что ты тут делаешь. У нее нет никакого страха вообще к тебе. Это вот Сан-Продон. Не, Валера пишет, пушку утащили с Брэндона? Не! А как ты ее утащишь? Ну, на чем ты ее утащишь? Она просто там лежит, и никто не утащит оттуда, потому что, ну, самолеты туда не летают, корабли туда не ходят. Там вообще, чистое, с Богом забытое место вообще. Так, ну что, вопросы есть еще? А то у Димы там уже часов двенадцать, да, с большим? Сейчас гляну, что-то заболтали. Двенадцать, наверное. Слушайте, ну мне на самом деле пофиг, сколько времени, потому что я, ну что, я же живу сейчас в карантинном режиме, мне поэтому, ну, если есть вопросы, давайте поболтаем. Я пока ссылочку найду вот на этот видосик, что я говорил. Давай, давай, давай. по поводу гитрофойла, обучения гитрофойла. Дим, какие локаунтеры летают на Маврики? Локостеры, да. Ну, дешевые билеты на Маврики. Локостеры. Эти, Тиу, по-моему, или Риу, как же они называются? Короче, сетевики, по-моему, Туи, вот, Туи, да. Саша Сливкир часто к нам прилетал, вот именно этими чуваками. Они летают из Хельсинги, и там билет стоит, типа, там, 150 евро. Соответственно, для Питерска этих чуваков актуально. Садишься там на автобус или на поезд, приезжаешь в Хельсинги, и оттуда летишь уже этим, Туи, лоукостером. А также, вот, мама у меня сейчас летала из Швейцарии, лоукостер, называется Эдельвейс, из Цюриха они летают. Потом еще есть немецкий лоукостер из Франкфурта. Блин, вылетело из головы название. Вот. Из России никто не летает, но вот летают из Цюриха, из Франкфурта и из Хельсинки. И вроде еще из Испании. Но, соответственно, до туда что же как-то из России надо добраться. Слушай, Дима, а у вас Шенген нужен, да, тоже нужен? Нет, это безвизовая страна. Шенген нужен соседний остров на Реунион, это территория Франции. Там, точнее, нужен именно французский Шенген. Вот. А Мавдрики это просто отдельное государство и россиянам, ну, вообще, россиянам, украинцам и, в принципе, почти всем туристам здесь не нужны никакие визы. в течение двух месяцев ты можешь здесь находиться без всяких главников. А если хочешь продлиться, то едешь в столицу и там в течение получаса продлеваешься все это бесплатно. То есть, в общей сложности можно находиться до трех месяцев в течение полугода. А я вот нашел ссылку вайл датборд в чат сбросе. То есть, по этих ребят я говорил. Да, это вот эти парни делают супер балансборды, которые, на мой взгляд, очень похожи на гидрофойл. Прикольно. Слушай, ну, раз пошла разговор о лоукостере, о проживании у вас там как? Почем? Проживание. Значит, в основном здесь все живут в апартаментах. Апартаменты, ну, квартира, грубо говоря, стоимость, наверное, начинается евро от ну, что-нибудь типа 25, но это совсем скромно, а так более-менее приличное, ну, наверное, евро в 40 в день. Вот так. Ну, соответственно, для пар, если для двух человек, 40 евро на двое. Ну, как бы, это вот, я бы закладывал такой минимум. Соответственно, еще нужна машина обязательно здесь. Машина тоже, наверное, евро от 20, но это будет такая прям боевая, типа, я не знаю, видели, какая у меня машина? такая там. Ну, красная, да, да, вот такая прям, знаешь, на ней можно воевать. Вот, а так нормальная тачка начинается, наверное, евро от 30-35. Вот, ну, еще 30-очку на питание я бы заложил. То есть, 100 евро в день это вот такой, скажем, минимальный средний бюджет. то есть, как бы, такой ты не будешь здесь шоковать, но и не будешь, как бы, ну, там, себя как-то чувствовать ущемлено. 100 евро вот для пары на двоих вот на Маврикии в день вы не положите. Валера пишет, далеко от спотного проживания? В основном все живут влаголет, 8 минут езды на машине. Я живу в Тамарине, мне ехать где-то 20 минут. Вот, ну, мы специально здесь подальше живем, потому что здесь в этом районе всякие школы, детские садики, магазины, так, ну, то есть, более, ну, это подальше от спотов, но поближе к другим ертам. Цивилизации, понятно. Да, да, для туристов это точно логолет, то есть, 8... минут. Вот. Можно, в принципе, жить прямо на споте, это отель Рио. Парни, вот смотрите, я в чате скинул ссылку на вот это включение. Можно жить прямо в отеле, соответственно, тогда вам не нужно тратить деньги на на машину. моменты и на машину, но в отеле чуть-чуть подороже, то есть, отель сам начинается еврофар 100-150, может быть, вот так, вот, но зато это прям супер, ты, прям, я вам могу даже скинуть номера, такие вам нужно бронировать, ты, вот, прям, в радиусе 100 метров у тебя надутые кайтики вот так лежат, здесь ты кушаешь, у тебя столовая, и здесь же одним калсом ты уезжаешь на Манабу, просто вообще, ты вышел из дома, взял надутый кайт и через две минуты ты катаешься по самой лучшей волне в мире. Вот прям вот так можно жить. И никакой тебе машины, там никакого головника. Круто. Так, все вы видели, Дима сбросил учебник по гидрофойлу в чате. Паша, тебе точно понадобится в переводе Димы, просто следить надо за Димой. Дима, у меня вопрос такой. Не, реально, реально, ребят, это прям вот, вот эти немцы, они озвучили мою, мою методику обучения, к которой я пришел интуитивно. И вот прям всем рекомендую обучать своих учеников, самим обучаться, четко следуя вот этим вот рекомендациям, не перепрыгивая ни на один шаг. То есть, чем дольше вы будете контролировать доску в водоизмещающем режиме, тем быстрее вы потом полетите. Дима, они, наверное, смотрели твои ролики, потом видео запилили. Не, я, кстати, я на самом деле не делал про гидрофойл обучающее видео, я только думал, что надо бы его подснять, и все, некогда, некогда, ну, потому что это же серьезный труд, надо все это отснять, там, ну, заморочиться. Да, да, а здесь вдруг ребята сделали, я такой, вау, прям то, что нужно, понимаешь? У меня вопрос в продолжении ценников. Я, на самом деле, давно уже хочу к Диме приехать и взять его уроки, и теперь я знаю, почем я могу жить в отеле Рио, а почем твои уроки, я не знаю, вот где-то пять или десять уроков я бы с тобой на самом деле на самом деле пять-десять уроков не нужно, если ты умеешь кататься, да, то есть ты вырезаешься, ты давно катаешься на квинтипе, там, и на фоле ты катаешься, то есть я думаю, нам с тобой одного-двух занятий по два часа, по одному часу даже будет достаточно, а дальше ты будешь уже сам развиваться, то есть, ну, я тебе, грубо говоря, покажу, как безопасно находиться на тех спотах, ну, то есть, покажу, как выбирать волну, как из нее уходить, как там объезжать там опасные места, как себя вести в очереди, а дальше уже там, ну, ты можешь саморазвиваться, не нужно там пять-десять занятий, ну, мне кажется, это все излишне, да и мне будет скучно с тобой там ковыряться так долго. хорошо. Вот, а так я всегда рад советам помочь на пляже, ну, то есть, если это просто вот, как мы сейчас разговариваем, за, как говорят, за совет денег не берут, вот, то есть, я всегда открыт, там, от всей души помогу, подскажу, там. Не, не, ты озвучишь, Сережа, цен за обучение за час, а то он вдруг не приедет. Час стоит 100 евро в нашей школе, индивидуальные занятия. Нормально. На скриву. Ну, я тебе говорю, реально, возьми 100 евро, этого будет достаточно, ну, что там долго-то ковыряться. Выйдем быстренько, черчик, все, все покажу. Мне тоже, знаешь, ну, я реально не люблю, когда растягивают, ну, что там, все это обучение, все достаточно просто, на самом деле. допустим, допустим, я втянусь, там, не будет ветра, мне захочется, чтобы меня на волну там тянули, это тоже такой же ценник, да, получается, 100 евро час или что? Нет, ты имеешь в виду аренда лодки? Ну, теперь уже говорю, ну, вот ты сказал, что вы можете на волну... Не-не-не, смотри, я тебе сейчас сказал стоимость частного урока кайтформи, когда мы с тобой вместе идем туда в волну на кайт, а так ты можешь в принципе арендовать лодку, это стоит 2000 рупий, это 50 евро в час, и если тебе опять же нужен инструктор для того, чтобы тебя затягивать, это еще плюс сотка, но в принципе, как бы там все максимально просто, тебя, ну, окей, там можно еще на часик взять урок, а дальше просто прокат, стоимость аренды лодки и все. То есть лодка сводила и 50 евро получается в час, и я сам катаюсь до упада. А, спасибо. Ну, ты за час лодки катаешь? А? У вас свои лодки есть? Конечно, да, ну, естественно. Если у тебя нет лодки, ты не можешь получить лицензию для работы на Маврикии школу, ну, мы же людей спасаем, реально. Понятно, но я не в курсе, не знал. Блин, тут все по-взрослому, на самом деле. Это-то, да, полный, конечно. Да, тут если вдруг у тебя, например, кайт порвался, а ты очутился на Манаве, то это прям, ну, приготовься к приключениям. Вот. В том году одного человека искали 22 или 23 часа русского. Он пошел кататься на Манаву, у него там что-то произошло, кайт упал, запутался, все. А он своим друзьям не сказал, что он пошел кататься на Манаву. И они только, он пошел туда, типа, в 11 утра, они только в 6 вечера такие, о, а где там Вася наш? Начали поднимать тревогу, там вертолеты, самолеты в небо. А он уже к тому времени просто уплыл километров 20, наверное, от берега. Его всю ночь искали и на утро его просто нашли случайно рыбаки, которые, ну, где-то там в 20 километрах от берега рыбачили и смотрят, ну, чувак какой-то плывет. Они его выловили. Вот. Дим, а если я позвоню с Ваны, сколько будет стоить именно ваше спасение? Спасение 50 евро стоит. Да. Но, например, у станции Мистраль у них есть опция страховка, называется. 10 спасений. Да, понятно. Я думал, как бы пакет изнести спасений. Не, не, не абонемент, это когда ты платишь, ну, типа, тебе выдают специальную футболку там яркого цвета и ты платишь, по-моему, по 10 евро в день. Вот. Ну, и в принципе, как бы, если тебе нужно спасение, тебя спасут. Но они работают только в определенные часы. По-моему, с 9 утра до 4 вечера. Что на самом деле не очень удобно, потому что достаточно часто приходится кататься, ну, или точнее, хочется кататься после 4, потому что как раз народ весь сваливает, и я почти всегда катаюсь после 4. То есть вот, ну, мне нравится под закатик, когда ветер чуть-чуть начинает ослабевать, волна выравнивается, ну, вообще просто людей нету, чистый кайф. Ну, тогда как бы я всегда готов к приключениям, но я катаюсь всегда с телефонов, то есть, если у меня вдруг что-то случается, тут же набираешь товарища, который на берегу, и говоришь, вытаскивайте меня. Все, они выезжают на лодке и спасают. Рассказываю всегда, помню, как я два часа выгребал без телефона. Я все протираю. Ну, видео он же сделал как раз. Порвался кайф. А, да, нет, это не два часа, это я за час управлял. Почему два часа? За час до греб. Ветер очень плотный, очень ровный по сравнению с чем? С благой, к примеру. Ну, бывает же, в благе, тоже очень ровный ветер. Блин, ну, реально, ветер, парни, ветер такой, что иногда, вот я иногда забываю про то, что я с кайтом выхожу. То есть, я сажусь на волну, начинаю кататься, просто отпускаю руку с планки, отвлекаюсь, и что-то начинаю серфить, и такой, блин, я же с кайтом, и он у меня там, ну, я думаю, он у меня упал, да, я смотрю, он у меня где висел, там и висит. То есть, настолько ровный, что ты можешь там с закрытыми глазами кататься. Это вот есть и классическое направление, юго-восток. А если начинает чуть-чуть отклоняться на восток, тогда он может быть порывистым, но тогда мы не в Леморн катаемся, а переезжаем в соседнюю лагуну, чуть-чуть более южнее, и там происходит та же самая история, то есть, у тебя ветер покасательно проходит, и вот где он касается берега, там он усиливается, поэтому, ну, почти всегда дует юго-восток, и тогда у тебя юго-западный мыс получается покасательно, а если он чуть-чуть на восток заворачивается, просто переезжаешь буквально 15-20 минут на машине, и все, все то же самое. Вот у тебя красивые видосы есть, где ты меряешь кораллы, там дельфины, не знаю, там черепа. Это прям все здесь, это прям вот бесплатное приложение к кайтсерфингу и серфингу, потому что все эти дельфины, все эти кораллы, ну вот кораллы, это риг, да, на котором волны рушатся, ты на них катаешься, каждый день. А дельфины прям тут же за коралловым рифом тусуются. Они здесь живут, и ты их видишь просто каждый день, и дельфинами сейчас здесь никого не удивишь. Сейчас новая фишка, ну как бы все начали на китов ходить. Раньше как бы киты считались редкостью, а сейчас Ахтрем эту тему вообще раскусил, он знает каких-то миска, чока, какие у них там повадки, то все, и все, все начали ходить на этих китов, и это, пока считается каким-то там, какой-то экзотикой. А так, я думаю, что и киты скоро всем надойдет. Что опасного в воде? Опасного в воде рыба-камень, португальский кораблик. Вот, пожалуй, смертельно опасно может быть рыба-камень, то есть такая хрень, которая прячется в камнях, маскируется под камень, если ты на нее наступаешь, она вот так два шипа, тебя вкидывает яд, и надо успеть доехать до больнички, чтобы тебе вкололи антидот. У тебя, типа, минут сорок, а если позже приедешь, то у тебя может случиться анасилактический шок, вот, но до больнички ближайшие ехать от спота 15 минут, вот, так что все не так уж плохо. Меня лично это хрень не шибило, но вот одного чувака, которого я знаю, немца, его шибануло, и он прям чуть кони не двинул, ну, прям быстро ехал в больницу, ему это кололи, а так, чтобы кого-то из знакомых насмерть зашибило, такого нет, вот, только люди пропадали, вот, ну, насилотечение, ну, то есть, когда технику безопасности нарушают, идут кататься там самостоятельно, без телефонов, там, не предупрежают друзей, были случаи, когда люди просто пропадали, то есть, он шел кататься, его куда-то утаскивал в открытый океан, и все, и привет, вот, а так, а, еще португальский кораблик, это такая хрень, она жалит, типа, осы, но у некоторых людей бывает очень бурная реакция организма, и также антигистаминные принимать, и обезболивающие, у меня достаточно бурная реакция, но, там, я никогда, ну, в обморок, там, не падал от этой штуки, но так чувствовал, там, сердцебиение, доезжал до дома, пил обезболивающие антигистаминные, и, там, через два часа меня отпускало, вот, а Ваня Четверков, правда, не на Маврикии, а на, во Вьетнаме, от этой хрени под капельницей лежал в коме, вроде как, вот, с его слов, вот, и, эта штука тоже достаточно редкая, но, я, лично, ей жалился два раза, то есть, и оба раза, ну, одинаковый сценарий, мне было, прям, очень больно, как будто оса ужалила, и потом, спустя где-то минут двадцать-тридцать, ты начинаешь чувствовать сердцебиение, ну, и как-то прям себя чувствуешь, ну, реально хреново, ну, не понимаешь, что это происходит, но, опять же, у всех разная восприимчивость к этой гадости, Сережа Бельмесов рядом со мной катался, его шибануло, он просто улыбнулся, такой, ну, да, больно, и все, ну, и пошел кататься дальше, ну, то есть, как бы, на кого-то действует, на кого-то нет, вот, вот, а ты не поймал, когда нырял, или когда катался именно? Нет, один раз на кайте катался, второй раз на серфе, просто на кайте, я, видимо, я не видел эту штуку, это что-то типа, это что-то типа медузы, но которая плавает на поверхности, такой маленький пузыречек, и от него вот так отходят синие эти, ну, такие ножки, ну, типа щупальца, я не знаю, да, и, видимо, на кайте я просто вырезался где-то в районе Ваная, перерезал эту штуку, видимо, плавниками, и я смотрю, меня резко жжет на ноге, и я вижу вот эту синюю, как бы ее ножку, я ее рукой сразу скидываю, думаю, вот сволочь, это медуза, а у нас медуза, это вообще супер редкость, то есть, вот так встретить медузу, ну, блин, то есть, я реально португальских корабликов здесь видел чаще, чем медуз, медузу прям, вот, в отличие там от благи, от какой-нибудь, помнишь, зайдешь, там все, вот, и я думаю, о, медуза какая-то шибанула, ну, ладно, окей, и продолжил кататься, ну, жжет и жжет, вот, а потом чувствую, что-то прям нехреново становится, так, ну, прям, даже необъяснимо, как-то изнутри, и ты ничего не можешь с этим сделать, сердце бьется как-то, какая-то отдышка там, ну, то есть, прям, что-то не в себе-то какое-то, и тогда я резко поехал на берег, вот, ну, и потом меня отвезли домой, и как-то, ну, дальше я уже таблетки попил, и после этого я начал, ну, гуглить, и выяснил, что это вот этот португальский корабль. Как долго тебя томило? Ну, часа два. Ну, домой тебя потом отвезли, то есть, ты на следующий день кататься пошел, или что? Да, да, все, не, ну, уже через два часа, то есть, я принял только таблетки, и меня сразу подотпустило. Я повалялся, кровать. Вальсишники какие, не знаю, акулы, что-нибудь такое? Акул нет, акулы очень далеко от берега, крайне редко встречаются, когда на какую-нибудь рыбалку пойдешь, и то они такие пугливые, там, Ахрим один раз встретил акулу, когда на китов пошел, то есть, акула плавала рядом с китами, но она просто около него покружила, посмотрела на него, он посмотрел на нее, и все, они разошлись, никакого экстрима. Вот, говорят, что на Маврикии акулам нету жизни из-за дельфинов, здесь, ну, они же как бы и те, и те хищники, а дельфины, они более умные твари, и они, соответственно, акулам жизни здесь не дают. А дельфинов здесь реально дофига, и, соответственно, они как бы, ну, район весь этот держат, и никого не подпускают. При том, что соседний остров, Реунион, он является один из лидеров мировых по количеству нападений акул на людей. то есть, на Маврикии не было ни одного нападения, а там просто серфинг запрещен, потому что там чуть ли не 25 человек у них сожрало там за последние 10 лет. Я один раз там катался на кайте, приезжал туда к товарищу в 2013 году, я был на Реунионе три дня, и в заключительный день моего катания, вот мы с этим товарищем, с которым катались, просто катаемся, и он мне там кричит, ну, типа, вот так. Мы приезжаем на берег, он прямо его всего трясет, я говорю, что такое? Он говорит, прямо подо мной, говорит, просто трехметровая бычья акула, а это самое-самое опасное, вот это вот, именно они нападают на людей. Вот, и я такой, о, все, спасибо, катик сложил, говорю, все, полечу домой, и больше я там не катался, вот, и это очень удивительно, ну, как бы, вроде между нами 170 километров, но совершенно другая, как это сказать, не атмосфера, вот это вот, короче, там жрут людей, а здесь даже этих акул нет. Такая история. Слушай, Дима, расскажи ваши вот эти длинные переходы, вы там в даун-винды, на сколько-то километров там сливались, по сколько? Ну, они на самом деле не очень длинные, то есть, ну, окей, там, самый популярный даун-винд, это, ну, из Белемпра до Лимор, там, по прямой, ну, километров 15, но, в силу того, что ты идешь галцами, ну, получается, там, километров 40, то есть, ты там, как бы, вдоль, между берегом и лифом едешь, заезжая на всякие спотики, там посерпил, проехал дальше, здесь посерпил, ну, и как-то вот так вот. И второй даун-винд мы делаем, это, когда дует, вот это необычное направление с севера, когда дует, и по волнам, получается, ну, на Лиморне неинтересно, невозможно кататься, потому что, ну, точнее, возможно, но нам неинтересно, потому что это уже не те волны, которые, по которым хочется кататься. И тогда мы начинаем делать даун-винд, тоже, от нечего делать, ну, километров на 20, это с другой стороны, получается, с запада на юго-запад, то есть, первый даун-винд, это с юга на юго-запад, а второй даун-винд, это с запада на юго-запад. Тебя просто на машине, друзья, закидывают, и все, ты с телефоном едешь, а товарищ, который на машине, он, если что, на скроме, если вдруг ветер кончится, или там помощь понадобится, ты причаливаешь к берегу, звонишь ему, говоришь, я в такой-то деревне, он приезжает тебя забирает, вот, но, как правило, все доезжают до, до точки, то есть, это не групповой даун-винд, это какой-то индивидуальный, получается, а? А групповых, групповых нет даун-виндов? Да, так же и групповые делаются, ну, то есть, идет лодка спасения, стоит это обычно евро в 50, 60. Вот, ну, как бы, можно, ну, не знаю, мне, честно говоря, даун-винды не сильно интересно, ну, то есть, я вот в них ходил, так, реально нечего делать, то есть, мне больше всего интересно, все-таки, вот, по волнам гонять, а, даже, когда ты едешь в этот даун-винд, и заезжаешь на те споты, ты все равно, как бы, ну, понимаешь, что эти споты, все равно, ничего общего не имеют с нашими домашними, с Лемарневскими. Ну, в туристических целях, мне интересно иногда, вот, вдоль берега, по-даун-виндить, посерфить, вот, именно, посмотреть, как в других местах, первый раз, когда в незнакомом месте, это очень... Да, я понимаю, это как путешествие какое-то, да, то есть, ну, ты просто едешь, наслаждаешься, ну, видами там, природой, да, да, вот, я именно так же и катаюсь, то есть, не ради там, какого-то там, вейфрайдинга, или еще чего-то. Так, народ, вопрос еще есть, сидят тихо, молчат, слушают Диму, он может рассказывать бесконечно, он видосами закидывает, как у меня пару раз даже от него отписался, потому что видео смотреть было уже просто невозможно. Страшилку. Страшилку. Какую бы страшилку. А про что хотя бы? Накиньте идею. Про что вас запугать-то? Вот у вас шторм недавно был, вы все прятались, баррикады строили, как ты пережил шторм? Что-то я не помню такого, чтобы мы прятались. Какой шторм? Ну, штормовое предупреждение какое-то адовое, и вы не знали, что ждать. А, мимо прошло. Мимо прошло. В этом году не было ничего вообще серьезного. Вот я сколько здесь живу, на самом деле, еще не было прям какой-то супержести. То есть, всегда эти циклоны проходили мимо. Никогда по нам еще не прошлось так, чтобы здесь было ого-го, какие разрушения там. Поэтому Бог миловал, и, ну, все хорошо. Ну, так мы готовимся. Мы четко знаем, как бы, ну, что делать, и, соответственно, у нас домик, как у Наф-Нафа, ну, этот, каменный, поэтому нам особо ничего не страшно. Просто надо спастись там водой, не знаю, там, едой на несколько дней, и все, и сидеть дома. Лодку вытаскивать на берег? Обязательно, конечно, да, лодки все вытаскиваются. Потому что, если не вытащишь лодку, ты просто ее можешь не найти. Ее течением утащить. А далеко надо вытаскивать? Ты же не знаешь, какая волна будет. Будет 10 метров волна там. А, нет, нет, нет. Лодки утаскивать не из-за того, что их может волнами оберег разбить, а из-за того, что очень сильное течение образуется в момент циклонов, потому что мощные волны, они же в берег вбивают кучу воды, а с этой стороны ну, как бы, берег не дает воде никуда уходить. Соответственно, течения очень сильные вдоль береговые усиливаются, и они могут сорвать лодку с якоря. Именно из-за этого. А в берег волны, ну, они приходят, но не супер, ну, у нас защищенные берега, то есть, ну, там максимум, может быть, 10 метров захлестного. Потому что всю свою энергию волны теряют на рифе. Весь остров опоясан рифом. А там, где они в берег приходят, там люди не живут. Это на диком юге. Туда тоже, кстати, классно съездить, вот в такую непогоду, жесткую, посмотреть на стихию. То есть, это чем-то напоминает побережье Португалии, когда вот волны прям разбиваются об скалы, и тонны воды, там, пены подымаются в воздух. Это прям такое мощное зрелище. На районе такого нет на западе. Это, по-моему, кайт-хоррор не изданное. Не, парни, на самом деле все изданное, потому что я с этой GoPro-шкой вообще не расстаюсь. Реально. И если я иду кататься, значит, ну, я иду кататься с GoPro. Поэтому все кайт-хорроры вы видели. Как появится еще какой-нибудь, обязательно его выложу. Мне вообще не жалко. Готовится еще модель GoPro, нет? Не слышно? Нет, тишина пока какая-то. А не знаешь, они все темнят. То есть, даже нам, как там, амбассадорам, ничего не рассказывают вплоть до вот прям дня выхода, потому что боятся всяких утечек. То есть, мы, будучи амбассадорами, узнаем о том, что будет, также через всякие сливы, которые, знаешь, там, ну, просачиваются все так или иначе. Никакой там официальной информации нигде никто ничего не выдает. Но я уже даже не знаю, чего желать от GoPro, потому что в восьмерке они уже сделали все, что только можно. И стабилизация у нее идеальная, и цвет там хороший. Ну, прям, только вот уже из пальца выдумывать какие-то. Сейчас 360 можно модно делать. Так GoPro делает. Они сделали, вот, Миша Соловекин. Да, да, точно, точно, есть уже, да. Да. Я, честно говоря, мне не зашла. Я как-то вот, ну, фиг знает. Я по классике, мне проще все-таки обычно. Слушай, Дима, давай, давай, кто там? Да, 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 это я хочу спросить. Дима, по видео смотришь, все время ты там один, либо катаешь, либо учишь. Вот у меня вопрос, а команда у тебя есть какая-то, или ты один? Конечно, да. Не-не-не-не, у нас школа просто, школа всегда занимается в лагоне с учениками, с начинающими. А я катаюсь обычно по полнам, на мысу, и поэтому мы особо не пересекаемся. А так у нас команда, да, которая занимается обучением с нуля, но если речь заходит о продвинутом обучении, то либо ребята также учат, ну, либо я беру, потому что мне, ну, как бы скучно жить, и, соответственно, мне приятно людям, людей обучать именно волновому катанию. А вот эти ребята из России, или они местные там? У нас, значит, три инструктора, двое из России, Антон из Питера, второй Антон из Уфы, и Даниэль, он из Словакии, он тоже говорит по-русски. Вот, он Словак, который говорит по-немецки, по-русски, по-английски. Вот, так что вся команда русскоязычная у нас. Дети у меня серфят, да, все серфят дети. Так вот, Дим, зашел вопрос про Гоупрохи, слушай, там, начиная с седьмой версии, Гоупрохи может показывать скорость. Да, да. Даже, по-моему, шестой. Ага. Ну, может, шестой, да. Но она, я так понимаю, через Квик, да, ты все заливаешь? Ну, через приложение Гоупрошное. А, оно раньше называлось Квик, а сейчас они, его, ну, как бы, уже нет приложения Квик, сейчас все, что было в Квике, есть просто в приложении Гоупро. Просто, что-то я тогда попробовал, как раз, вот там, включаешь навигатор, GPS, по большому счету, оно у тебя автоматически должно показываться на воспроизведении видео. Нет, оно у тебя, оно у тебя отображается в приложении Гоупро, если ты зайдешь в специальную вкладку и выберешь те показатели, которые ты хочешь, чтобы она отображала, потому что помимо скорости она фиксирует еще и ускорение, и рисует твой этот вот GPS-трек, ну, то есть вот, ну, например, если ты на сноуборте спускаешься, то есть... Какой программе это пропало? GoPro. Дим, пропало. Какой программе? Приложение GoPro для iPhone'а или для Android'а? То есть, а там же они тогда делали как раз лэптоповую версию. Либо в лэптоповую, она также называется GoPro, да. А, может быть, она там Quick'e называется. Что-то я в тот раз я поставил, ничего мне не заработало. Думаю, блин, следующий раз... Нет, там точно все работает, я сам проверял, ну, прям все и... Нет, там просто... Я вижу, ребята выкладывают. Как раз летом хотел померить скорости гидрофойла, как раз, МДС, чтобы замерить минималку, максималку. Да, тысячи пятьдесят. Раз не получилось, два не получилось. Я уже тоже с одними списался, с другими. Я так понимаю, наверное, может быть... Может быть, это конкретно в твои какой-то, может быть, брак, я не знаю. Ну, вот я сколько имел дела, вообще проблем нет. Включил, записал, на программе вывел там все, что тебе нужно и посмотрел. Нет, я так понимаю, в программе может быть какая-то ошибка. Ну, вот сейчас, ладно, будем тренироваться. Ну, может быть, да. Попробуй в смартфоне. Я, на самом деле, уже на компе прям, не знаю, давно не делал. То есть, на смартфон... Да я вижу, ты сливаешь все в телефоне делаешь. Все супер просто, да. Слушай, а никаких там новых этих приспособлений для Гоупрохи не появилось? Что-нибудь на стропы новые, там, новые ракурсы? Или ты все, ты только теперь с нагубником? Нет, нет, я как бы люблю экспериментировать, но вот что-то, что-то новенького такого нет, не встречал. А с квадриками там не балуешься? Я их боюсь. Да? Да, ну, блин, мне кажется, что я, либо он мне на голову упадет, либо я его уравню. Ну, у меня есть товарищ, у которого есть хороший этот Phantom 4 Pro, то есть, ну, прям суперскую картинку, дает, и, как бы, ну, мы снимаем, ну, точнее, я его прошу, когда надо что-то поснимать, он снимает. И часто ребята, просто туристы приезжают, тоже что-то там подснимаем. Потому что я тут тоже мучаюсь как раз именно, знаешь, как соединять экстрим, ну, видео с камеры, с экстремальной, и с верхними кадрами как раз с квадрика. вдруг уже сочетаешь. Но, с другой стороны, если в телефоне, то... Не, я что-то как-то сейчас попустился по поводу всех этих, ну, там, особо даже не слежу, там, какие-то новые сейчас вышли, да, DJI там по-прежнему рулит или нет? Ну, да, да, DJI там круче всех. Они же сделали 249 граммов DJI Mini, чтобы у нас, у нас же запрет по странам как раз, ты должен регистрировать. чтобы его обойти, маленький сделать, да? Конечно, конечно. И ты его запускаешь, он тебя уже фиксирует, вот как как у Лёшки же сонетские камеры. Как следит за тобой, да? Да, 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 и он за тобой летает. То есть, офигенная штука. Я надеюсь, там летом испробуем. То есть, все круче и круче. Это что-то новое, да? Только-только вышло? Слушай, ну, они были, знаешь, как в прошлом году в других моделях, но не до конца скорректированы, потому что проблема же в кайтсерфинге что? У нас стропы, и стропы... у нас же ветер. Ветер же не держит. Ветер, это, так говоря, все зависит от веса квадрокоптера, сколько он у тебя будет летать. Сейчас же, рекорд квадрика, он летает 35 минут на одном заряде. Нормально. Это круто. Но я к тому, что по датчикам, что у нас с тобой стропы кайта, и никакой датчик это не зафиксирует. И проблема в чем, что ты, вот как тебя, ребята, если на фантоме снимают, ты бац, ты разворачиваешься резкий разворот, если он тебя... А, избиваешься. Конечно. И также вот отслеживание. Потому что год или два назад уже было, когда квадрики летали за тобою, там, за велосипедистами, за мотоциклистами, но не за кайтами. То есть ты, чтобы тебя там поснимать... Ну да, мы тут, кстати, ну, у нас были случаи, когда даже не один, два, два или три, когда кайтами сбивали. Ну, не я сам сбивал, но когда меня снимали, а другие люди сбивали этот квадрик. Угу. Тоже, это, конечно, стук. Так, там у тебя дети серпят, прилив отлива влияет на то, когда катать. Кораллы Валера перепишет. Да, влияет, конечно. Вообще, лучше всего на отливе катать на Манаве и на Малом Рифе. Там волна более правильно работает именно на отливе. Но, соответственно, при подходе к этим волнам надо быть максимально внимательным, чтобы не упороться в камни, ну, в кораллы. Потому что если ты плохо знаешь местность, то, ну, есть шанс, особенно если с лагуны люди стартуют, там совсем мелко может быть на отливе. Вот. А очень небезопасно кататься на отливе на Ванайе, на Шамо и на Платоруш. Там прям супер мелко становится. И если ты упал и тебя волнами начинает забивать внутрь лагуны, то ты можешь оказаться вот на такой глубине, а там просто вот ежи вот так сидят, ну, там просто вообще можно живым оттуда не уйти. Поэтому, если вы хотите кататься на Ванайе, Шамо и Платоруш, это только прилив. Если случился отлив, то у вас два спота, Малый Риф и Манава. И, кстати, я публиковал карту с отливами приливами, где об этом написано. То есть, мы все смотрим отливы-приливы по местной таблице. В принципе, есть всякие сайты, но они не учитывают локальные особенности. Поэтому самые, ну, или там по часам, да, вот эти вот часы, которые показывают отливы-приливы, но они не показывают насколько они сильны, а самые точные таблицы это место. То есть, ты их скачиваешь, это pdf-файл, обычно он публикуется на два месяца, на текущий и на следующий. И все, и там вот вся информация по поводу того, насколько мощный будет отлив. И я публиковал где-то у себя в фейсбуке, если это важно, могу сейчас, ну, наверное, уже после эфира найду, ссылку скину, где написано именно сколько сантиметров безопасно для каждого спота. То есть, если ты смотришь эту таблицу и там видишь, что отливы же разные бывают, что отлив, например, там 10 сантиметров, то это будет супер небезопасно вообще нигде. А если ты видишь, что отлив, например, там 30 сантиметров, то ты можешь смело идти на Манаву и на Малый Риф. А вот это вот еще градация, какой отлив там, насколько он сильный или насколько перепад между отливом и приливом небольшой, это еще зависит от того, в какую фазу Луны ты идешь кататься, потому что если это новолуние или полная Луна, то этот перепад будет максимальным. А если это половинка Луны, то разницы между отливом и приливом практически нету. То есть у тебя все время будет некий средний уровень и в это время кататься можно вообще на любом спорте. Слушай, Дин, кстати, а какие вы программы смотрите прогнозы? Ну, как все, Винкуру, русские ребята Винди, ну и серфовые прогнозы это, как правило, Сёрф Форракаст или Севит. Как-то так. А насколько они у вас точно показывают? Все зависит, знаешь, ну по волне прям точно показывает. Иногда бывает просто запаздывает чуть-чуть прогноз, но если он нарисовал мощную волну, она точно никуда не рассосется. Она дойдет, ну просто бывает там запоздает на полдня, там на день. Не, по ветру по ветру все зависит от того, какой будет день, солнечный или нет, потому что это может быть некая локальная особенность, которую прогноз может не отобразить. То есть, например, показывает у тебя по прогнозу завтра будет ветер 10 метров в секунду, и соответственно ты просыпаешься и смотришь, если облачности нет, то точно будет 20 метров в секунду. Если ты видишь, что облачность есть, то даже может быть и 10 метров не будет. А если пойдет дождь, то все, точно, пиши, пропало, потому что ну там сколько бы ни прогнозировали, все затянется тучами и как бы вот ветру неоткуда будет разогнаться. Но, слава богу, у нас почти всегда солнце, поэтому всегда То есть, вместо течки показывает 20? Да, то есть, ты всегда умножаешь прогноз на 2 это прям вообще смело. Бывает и на 3. Показывает там не знаю, там 10 метров приходишь, там дубасит так, что тебе пятерки много. Вот так что. Только дождь может нам помешать. Дождь и тучи, вот они как бы вносят хаос во все прогнозы. Ну, это учет, скорее всего, вот как островной же все-таки на особенности островов. Ну, возможно, да. Ну, слава богу, это вот реально бывает редко. То есть, у нас в основном почти всегда солнце. То есть, дождливый период, это вот связано с циклонической деятельностью, он где-то с декабря по апрель. Вот. Вот сейчас уже вот в мае, ну, я не знаю, по-моему, еще ни одного дождя не было. Сколько сейчас? 20-е, фигарит почти каждый день. Ветер, имею в виду. Так, ребят, вопросы еще остались? У нас уже на часах 12, а там Дима... Все, парни, все, давайте прощаться, рад был пообщаться. Дима, последний вопрос. Давай. А вот ты приезжал там в Москву когда в следующий раз? Я очень хотел приехать в июль, в август, но, походу, в этом году не судьба. У нас просто каникулы длинные у детей июль, август, и мы почти всегда их проводим дома, потому что это бабушки, дедушки, общение. Я поэтому в Москве буду прям обязательно во все эти Плещеево озеро там, что еще? Дубна, вот это вот все, это прям мое. Москва-река, Строгино, вот эти всякие. ты бабушек-дедушек к себе возил туда? А? Бабушек-дедушек забирал к себе? Да, конечно, конечно. Ну, вот у меня сейчас родители здесь отдыхали, прям перед локдауном уехали, то есть они были здесь на Новом Годе, январь-февраль, вот они улетели, и вся фигня началась. Нравится? Нравится эта игра? Да, ну, конечно, ну, что, если они тут приезжают, там, рыбалочка у меня, батя рыбак, они тут со старшим у меня, водопадики, там, всякие движухи, туда съездили, сюда, покупались, да ты что вообще, милое дело. Ну, давай тогда это, выбирайся снова, мы тебя будем рады встретить, увидеть. Спасибо, спасибо. Спасибо, все, ребята, спасибо вам, если какие вопросы, прям не стесняйте, пишите, во всех соцсетях я есть, всем помогу, расскажу, рад буду со всеми сфотографироваться. Давай, спасибо тебе за организацию эфира. Пока. Давай, дочь.